Памяти моей дорогой жены. Книга первая. Часть первая. Глава первая. Мой город. Я должен начать свой рассказ с признания, что я так и не дозрел, чтобы стать настоящим патриотом. Я так и не узнал пламенной любви к чему-то огромно необъятному. Не понял, что его интересы — мои интересы, что мое сердце должно биться в унисон с сердцем этой неизмеримой громады. Я так и не дозрел, чтобы стать настоящим патриотом. Одна из заостренно-полемических западнических деклараций Бенуа, повторенных им и в некоторых других частях моих воспоминаний. Таким, видно, уродом я появился на свет. И возможно, что причиной тому то, что в моей крови сразу несколько столь между собой завраждовавших родин — и Франция, и Немеччина, и Италия. Лишь обработка этой мешанины была произведена в России. Причем, надо еще прибавить, что во мне нет ни капли крови русской. Однако в нашей семье я один только таким уродом и был, тогда как мои братья все были русские пламенные патриоты, с большей или меньшей примесью, чего-то скорее французского или итальянского в характере. Факт во всяком случае остается. Я Россию как таковую, Россию в целом, знал плохо, а в характерных чертах ее многое даже претило мне. И это еще тогда, когда я о существовании каких-то характерных черт не имел ни малейшего понятия. Напротив, Петербург я любил. Во мне чуть ли не с пеленок образовалось то, что называется местным патриотизмом. Я понимал прелесть моего города. Мне нравилось в нем все. Позже мне не только уже все нравилось, но я оценил значение всей этой целостности. Я исполнился к Петербургу того чувства, которое, вероятно, жило в римлянах, к своему городу. Которое у природного француза к Парижу, у англичанина к Лондону, у истинно русского человека к Москве, которого, пожалуй, нет у немцев. Немцы те действительно патриоты всей своей страны в целом. Германия превыше всего. А во мне скорее жил, да и теперь живет, такой императив. Петербург превыше всего. Я отлично знаю, что это вовсе не то чувство, которое полагается в себе питать и которым можно гордиться. Тем не менее, это чувство мое имеет абсолютное утверждение. Скажу тут же, из всех ошибок старого режима в России мне представляется наименее простительной его измена Петербургу. 18 августа 1914 года в связи с начавшейся войной с Германией Санкт-Петербург был переименован в Петроград. Николай II думал, что он вполне выражал свое душевное созвучие с народом, когда высказывал чувство неприязни к Петербургу. Однако тем самым он отворачивался и от самого Петра Великого, от того, кто был настоящим творцом всего его самодержавного величества. Внешне и символически неприязнь эта выразилась, когда он дал свое согласие на изменение самого имени, которым прозорливый вождь России нарек свое самое удивительное творение. Я даже склонен считать, что все наши беды произошли как бы в наказание за такую измену, за то, что измельчавшие потомки вздумали пренебречь завещанием Петра, что, ничего не поняв, они сочли, будто есть нечто унизительное и непристойное для русской столицы в данном Петром названии. Петроград означало нечто, что, во всяком случае, было бы неугодно Петру, видевшему в своей столице большее, чем какое-то монументальное опоминание своей личности. Петроград, не говоря уже о привкусе чуждой Петру славянщины, означает нечто сравнительно узкое и замкнутое, тогда как Петербург, или точнее Санкт-Петербург, означает город-космополит, город, поставленный под особое покровительство того святого, который уже раз осенил идею мирового духовного владычества. Это означает второй или третий Рим. Согласно преданию католической церкви, апостол Петр, глава христианской церкви, был первым епископом Рима и передал главенство над церковью своим преемникам, римским папам. Самая несуразность соединения сокращенного латинского «санктус» — «святой» — и слов германского звучания «петер» и «бург» как бы символизируют и подчеркивают европейскую, вернее, космополитическую природу Петербурга. Все эти мысли, осознанные давным-давно, достигли во мне крайней напряженности именно в тот момент, когда Санкт-Петербург был переименован в ознаменование чудовищной международной, но главным образом европейской распри «европейцы против европейцев, своя своих не познаше». Тогда я с особой силой ощутил и то, что во мне живет культ Петербурга. Но любил я его уже и тогда, когда вовсе не понимал, что вообще можно любить какие-то улицы, каменные нагромождения, каналы, какой-то воздух, какой-то климат и всевозможные лики сложного целого, менявшиеся в зависимости от времени года, от часа дня, от погоды. Открывал я Петербург в течение многих лет в сочетании с собственными настроениями и переживаниями, в зависимости от радостей и огорчений своего сердца. О, как я обожал петербургскую весну с ее резким потеплением и особенно с ее ускоренным посветлением! Что же за ликование и что за щемящая тоска в петербургской весне! И опять-таки я ощущал, как нечто исключительно чудесное и патетическое, когда после сравнительно короткого лета наступала театрально-эффектная осень, а затем оглянуться не успеешь, как зима катит в глаза. Зима в Петербурге именно катила в глаза. В Петербурге не только наступали холода и шел снег, но накатывалось нечто хмурое, грозно-мертвящее, страшное. И в том, что все эти ужасы все же вполне преодолевались, что люди оказывались хитрее стихий, в этом было нечто бодрящее. Именно в зимнюю мертвящую пору петербуржцы придавались с особым рвением забаве и веселью. На зимние месяцы приходился петербургский сезон, играли театры, давались балы, праздновались главные праздники — Рождество, Крещение, Масленица. В Петербурге зима была суровая и жуткая, но в Петербурге же люди научились как нигде обращать ее в нечто приятное и великолепное. Такой представлялась мне петербургская зима и в детстве. И это несмотря на то, что зима неизменно влачила за собой всякие специфические детские болезни. Позже наступление ее означало еще и начало многострадального учебного года. Когда я сижу у открытого настежь окна, выходящего на милую, почти родную сену, мне в сегодняшний жаркий и светлый июньский вечер 1934 года представляется особенно соблазнительным перенестись на машине времени в те далекие времена, когда я жил в своем родном городе. Пытаюсь восстановить в памяти то, чем был на берегах Невы вечер в такую же июньскую пору, чем вообще был весной весь мой милый-милый город. Повторяю, это была пора, когда я особенно любил Петербург. Именно в мягкие июньские вечера, совпадающие с особенно ликующими моментами моих личных переживаний, я стал сознавать и свою влюбленность в родной город, в самое его лицо и в его персону. Красив и поэтичен Петербург бывал в разные времена года, но действительно весна была ему особенно к лицу. Ранней весной, когда скалывали по улицам и площадям кору заледенелого снега, когда между этими пластами по открывшейся мостовой неслись откуда-то взявшиеся, блиставшие на солнце ручьи, когда синие тени с резкой отчетливостью вылепляли кубы домов и круглоту колонн, когда в освобожденные от двойных рам и открытые настиж окна вливался в затхлую квартиру, новый воздух, когда лед на Неве набухал, становился серым и, наконец, вздымался, ломался и сдвигался с места, чтобы поплыть к взморью, петербургская весна была уже изумительно в стихийной выразительности своего пробуждения. Не могло быть сомнения, что одно время года сменяло другое. Но когда, наконец, новый порядок бывал окончательно установлен, наступало поистине благословенное время. Суровый в течение месяцев Петербург становился ласковым, пленительным, милым. Деревья в садах покрывались нежнейшей листвой, цвела дурманящая сирень и сладкопряная черемуха. Стройные громады дворцов отражались в свободно текущих водах. Тогда же начинались, в ожидании переезда на дачу, паломничества петербуржцев, соскучившихся по природе на острова. И начиналось гуляние нарядной толпы по гранитным панелям набережной от Адмиралтейства до Летнего сада. Самый летний сад заполнялся не одними няньками с детьми, да старичками и старушками, совершавшими предписанную гигиеническую прогулку, но и парочками влюбленных. Из всяких воспоминаний о петербургской весне мне особенно запомнились какие-то плавания в тихие белые ночи пошире нашей красавицы реки. Совершались эти поездки то на суетливо попыхивавшем пароходике, то на бесшумно скользившем ялике, едва колыхавшем водную гладь. А плыл я, бывало, таким образом, или с Дальней Охты, с Кушалевки от сестры, или с Крестовского, или Елагина, где я только что гулял с невестой, или еще из зоологического сада, куда было принято ездить поглядеть на спектакли в двух стоявших среди зверинца театрах. Воспоминания о вечерах, проведенных в зоологии, не принадлежат к самым поэтичным в моем прошлом. Слишком все тамошнее было доморощено провинциальным. Слишком много распивалось пива, слишком жалкое впечатление производили безнадежно хереющие звери в их тесных и дурно пахнущих клетках. Но с момента, когда покинув ворота зоологии, я садился в ярко раскрашенную лодку перевозчика, и когда после нескольких ударов весел Ялик выезжал на тот простор, что расстилается между многоколонной биржей, гранитными стенами крепости и роскошными массами дворцов, то всякие тривиальные впечатления сглаживались, и начиналась та фантасмагория, которая по своему возвышенному благородству не имела ничего себе равного. «Белые ночи» Сколько о них уже сказано и писано! Как ненавидели их те, кто не могли к ним привыкнуть! Как страстно любили другие! Но нигде «Белые ночи» так не властвовали над умами, не получали, я бы сказал, такого содержания, такой насыщенности поэзией, как именно в Петербурге, как именно на водах Невы. Я думаю, что сам Петр, основавший свой Петербург в мае, был зачарован какой-нибудь такой белой ночью, неизвестной средней полосе России. Весла равномерно и глухо хлопают по воде, едва журчит струя за кормой, и освещенный зарей гребец то наклоняется вперед, то отклонится назад, босые его ноги крепко уперлись в перекладину на дне лодки, через каждые три удара он оборачивается, чтобы проверить направление, а иногда тряхнет головой, чтобы отбросить от глаз косму непокорных волос. Насторожившаяся тишина стоит вокруг, всякий разговор давно замолк. И вдруг в этом торжественном безмолвии, в прозрачных сонных сумерках, между едва потемневшим небом и странно светящейся водой, откуда-то сверху, мягко ложась на воду, начинают литься точно полые, стеклянные загробные звуки. Это заиграли куранты на шпиле крепости. Это они возвещают в двух молитвенных напевах, что наступила полночь. «Коль славен наш Господь» — начальная фраза христианского гимна, слова которого восходят к одному из псалмов Давида, Псалтырь 98. «Боже царя храни» — первая фраза государственного гимна Российской империи. Играли куранты «Коль славен наш Господь» и сейчас же затем «Боже царя храни». Музыки этой хватало почти на весь переезд, так как тем был крайне замедленный, но различить, что именно слышишь, было трудно. Обе столь знакомые мелодии превращались в нечто новое. И это тем более, что и тона колоколов не обладали вполне отчетливой верностью, а благодаря эху звуки на своем пути догоняли друг друга, а то и сливались, образуя до слез печальные диссонансы. Говорят узников, заключенных в крепости, ежечасные эти переливы длительное это капанье звуков в ночной тиши доводило до отчаяния, до безумия. Возможно, что и так. Куранты звучали как плач, а то и как медленно читаемый и тем более неумолимый приговор. Этот приговор носил сверхъестественный и прям-таки потусторонний характер, уже потому, что произносила его высокая башня со своим длинным-длинным золотым шпилем, который в сгущающемся мраке продолжал светиться, точно вынутый из ножен и устремленный к небу меч. На самом конце этого меча, совсем под небом, сверкала золотая точка. На таком расстоянии невозможно было определить, что эта фигура изображает. При поворотах она меняла свой облик. То казалось, что это ангел снизился, чтобы передохнуть на самое острие колокольни, а то, что это парус какого-то плывшего в поднебесье сказочного корабля. Увы, весенние и летние недели протекали быстро и кончались белые ночи. Наглядно этот поворот от светлой поры к потемнению, а дальше к зимней тьме и стужи, выражался тогда, когда на улицах Петербурга снова зажигали фонари, что происходило около 20 июля старого стиля, и сразу тогда чувствовалось, что скоро лету конец. Еще накануне я бродил в часы, близкие к полуночи, по серому, лишенному красок городу, а тут вдруг появлялся со своей лесенкой фонарщик, и один за другим фонарики вспыхивали своими газовыми язычками. Фантасмагория исчезала, все возвращалось к обыденности. Накануне даже городовые на углах казались в своих белых кителях какими-то бесплотными существами, а теперь весь порядок жизни, и заодно блюстители оного, все восстанавливались в своей прозаичности. Да и расстояния как-то сокращались, улица съеживалась. Вчера даже собственное обиталище казалось каким-то привиденческим, я в него входил не без некоторой опаски, и я не был бы удивлен, если бы из темных туманных углов парадной лестницы вдруг выступили бесплотные призраки, а теперь, при свете зажженного газа, ничего, кроме давно мне известного, меня уже не встречало. От всего этого становилось чуть скучно. Это возвращение к реальности ощущалось как некоторая деградация. К Петербургу я буду возвращаться в своих воспоминаниях по всякому поводу, как влюбленный к предмету своего обожания. Но здесь я бы хотел набросать еще несколько картин моего города, которые рисуют, так сказать, самую его личность. В более узком значении Петербургом Бенуа может быть названа часть Петербурга, расположенная у Крюкова канала, район Новой Голландии, близ Никольского собора и театральной площади. Подобно тому, как другие места соединяются в нашей памяти с именами Пушкина, Некрасова, Достоевского или Блока. Красота этих мест была открыта Бенуа и его товарищами. Он сумел заразить ею некоторых художников мира искусства. Известные рисунки акварели Гуаши, Добужинского и Лансере, запечатлевшие здания и набережные Крюкова канала, виды Новой Голландии, Остроумовой Лебедевой и другое. Теперь, оглядываясь назад и лишенный всякой возможности туда вернуться, я любое изображение Петербурга представляю милым и любезным сердцу. Я трепещу, когда встречаю у букиниста хотя бы самую банальную фотографию, изображающую и наименее любимый когда-то уголок Петербурга. К наименее любимому, например, относилась Благовещенская церковь с ее неудачной претензией на древнерусское зодчество, с ее золочеными пирамидальными главами, с ее гладкими стенами, выкрашенными в скучнейший бледно-коричневый цвет. Благовещенская конного полка церковь была выстроена в 1844-49 годах по проекту архитектора Тона 1794-1881. Ныне не сохранилась. Но теперь мне больно, что, как слышно, эту церковь снесли. Уж очень было мне привычно встречать ее на своем пути в гимназию и обратно, и сколько сотен раз я со своей невестой обходили ее вокруг, совершая бесконечные наши вечерние прогулки. В двух шагах от того же благовещения жили мои друзья Нувель, Дягилев, философов. Каждому из членов будущего Содружества мира и искусства Бенуа посвятит соответствующие разделы моих воспоминаний. Да и сам я со всей семьей впоследствии в течение семи лет жил в том же околотке на Адмиралтейском канале. В своем месте и в связи с тем культом Чайковского и, в частности, Пиковой дамы, которому я предавался в начале девяностых годов, я еще коснусь разных петербургских настроений. Мне придется рассказать о летнем саде, о ранней петербургской грозе, о зимней канавке, обо всем том, что тогда, благодаря музыке, стал еще сильнее хватать за душу. Но вот музыку Пиковой дамы с ее чудодейственным вызыванием теней я как бы предчувствовал еще с самых детских лет, а когда она появилась, то я принял ее за нечто издавножданное. Вообще во всем Петербурге царит изумительно глубокая и чудесная музыкальность. Пожалуй, это идет от воды. По количеству рек и каналов Петербург может соперничать с Венецией и Амстердамом. И музыкальность эта как бы заключается в самой влажности атмосферы. Однако что там доискиваться и выяснять? У Петербурга, этого города, охаянного его обитателями и всей Россией, у этого казарменного, безличного, ничего в себе национального, не имеющего города, есть своя душа. А ведь душа по-настоящему только и может проявляться и общаться с другими душами посредством музыки. Остановлюсь здесь, на тех петербургских пейзажах, которые были ближе к нашему дому. Некоторые из них я мог даже изучать, не покидая родительской квартиры, в дни, когда болезнь приковывала меня к дому. Дом семьи Бенуа на Никольской улице, ныне улица Глинки, 15, сохранился до нашего времени. Каждая из диковин нашего околотка значила для меня очень много, но надо всем господствовала сверкающая золотыми куполами Никольская церковь. Никольский морской собор один из выдающихся архитектурных памятников Петербурга 18 века. Был выстроен между 1753 и 1662 годами по проекту архитектора Чевакинского на обширном плацу морского полкового двора ныне площади коммунаров, а потому и назван морским. Она была одним из самых роскошных и самых внушительных среди петербургских храмов. В раннем детстве, однако, мое отношение к ней было какое-то смешанное. Складывалось оно из любования, почитания и из жути. Я не мог отделаться от впечатления, что вся эта группа из пяти вышек составляла какую-то семью богатырей, чела коих были украшены шлемами, и что старший из них, стоявший в середине, и есть сам Боженька, что на его лице написано скорбно-строгое выражение. Когда я себя чувствовал в чем-либо виноватым, то именно этот Боженька, казалось, глядел на меня с особой укоризной, а то и с гневом. Нижняя часть Никола морского была несравненно приветливая. В многоугольном плане его стен, в кудрявых капителях, в бесчисленных херувимах, которые барахтаются в пухлых облаках над окнами и дверями, в узорчатых, частью позолоченных балконах, в лепном сиянии, окружающем среднее овальное окно, выражено нечто радостное. Все приглашает не столько к посту и покаянию, сколько к хвале Господа, к празднованию его великих благодеяний. Я не уставал все эти подробности разглядывать, и, вероятно, от этого интимного знакомства с чудесным произведением XVIII века родилось мое восторженное отношение к искусству барокко. Очень уважал этот шедевр и мой папа, от которого я и узнал замысловатое, но хорошо усвоенное имя строителя Никольского собора Саввы Чевакинского. Благодаря примеру моего же отца, который, будучи ревностным католиком, все же относился с величайшим благоговением и к православному вероисповеданию, я мог относиться к Николе Морскому как к нашей церкви. И это тем более, что папа носил то же имя, как и великий святитель, именем которого наречен собор, и что хромовой праздник Николы 6 декабря совпадал с празднованием папиных именин. Самый адрес нашего обиталища, тогда, когда еще действовал старомодный обычай давать адреса в несколько описательной форме, звучал так, дом Бенуа, что у Николы Морского. Однако церковь церковью, а светские соблазны соблазнами. И как раз два соблазнительнейших места находились тут же по соседству, всего в нескольких шагах от нашего дома. То были театры, два главных театра государства российского, Большой и Мариинский. И к обоим-то семья наша имела весьма близкое отношение. Большой театр, когда-то построенный Томоном, но сгоревший в 1836 году, был восстановлен папой моей мамы, а второй и целиком построен тем же моим дедом в сотрудничестве с моим отцом. Про Мариинский театр можно даже сказать, что он был дважды построен моим дедом Альбертом Кавоз. Сначала в сороковых годах был на этом месте сооружен по его проекту императорский театр-цирк, а когда это здание в 50-х годах сгорело, то на старой основе был построен Мариинский театр. При этой вторичной постройке работами заведовал мой отец, так как дед был тяжело болен. Возможно, что именно ему принадлежит очаровательное убранство зрительного зала. Театр был построен Кавозом 1801-1863 в 1860 году в качестве постоянной площадки русской оперной труппы. В 1883 году перестраивался архитектором Шреттером 1839-1901 год. Большой театр, когда-то построенный Томоном, театр был построен архитектором Тома де Томоном 1760-1813 в 1802-5 годах на месте и в габаритах существовавшего здесь здания, сооруженного в 1783 году Тишбейном. До начала 80-х годов 19 века театр занимала казенная итальянская опера, была упразднена в 1885 году. Русская опера смогла давать спектакли в помещение театра всего несколько лет, так как уже в середине 80-х годов здание Большого театра было признано ветхим и в 1889 году передано для перестройки Петербургской консерватории. Кстати, внутри Мариинского театра имелось убедительное доказательство его семейной к нам близости. В одном из писанных медальонов, которые были вставлены в своды фойе, вырисовывался профиль носатого господина с баками и в очень высоких воротничках. И это был мой прадедушка, когда-то знаменитый композитор Катарино Кавос. В смысле внешней архитектуры я предпочитал Большой театр Мариинскому. Уж очень внушителен был его портик с толстенными ионическими колоннами, под которые подъезжали кареты, высаживавшие публику у дверей в театр. Остальная грандиозная масса этого здания представлялась мне каким-то вместилищем таинственных чудес. Характеру чудесного способствовал ряд круглых окон, тянувшихся во всю длину крыши, и даже та уродливая толстая несуразная железная труба с капюшоном поверх, которая как-то симметрично сбоку возвышалась над зданием, обслуживая нужды вентиляции. У Мариинского театра вид был более скромный и менее внушительный. Однако до того момента, когда его изуродовали посредством пристроек и надстроек, и он являл изящное и благородное целое. Система его плоских арок и пилястров и выдающийся над ними полукруг, соответствующий круглоте зрительного зала, производили на меня впечатление чего-то римского. Известной грандиозностью отличался театр со стороны Крюкова канала, в которые упиралась его задняя стена. Отражаясь в летние сумерки в водах канала, силуэт его положительно напоминал какое-либо античное сооружение. К ближайшему окружению нашего дома принадлежали еще два характерных для Петербурга здания — Литовский рынок и Литовский замок. находившиеся оба как раз непосредственно за Мариинским театром. Ничего специфически литовского ни в том ни в другом здании не было. И, признаюсь, я теперь забыл, по какой причине они это прозвище получили. В здании Литовского замка в конце 18-го начале 19-го века последовательно размещались петербургская полиция, казармы литовского полка 1807 год, которые и дали название и замку, и находившемуся поблизости рынку, и казармы гвардейского экипажа 1814. Семибашенный замок был выдержан в псевдоготическом стиле, а эпитет турецкий напоминает о его прототипе семибашенном замке в Константинополе. В 1826 году здание было перестроено архитектором Шарлеманем 1782-1861 под пересыльную тюрьму, а в дни февральской революции 1917 года сожжено и разрушено. Замок занимал треугольную территорию между Крюковым каналом, Мойкой и Офицерской улицей, ныне улица Декабристов. Торговые ряды литовского рынка помещались на углу Крюкова канала и Офицерской улицы против задней стороны Мариинского театра. Архитектурной красоты оба здания обслуживавшие самые прозаические нужды не были лишены. Рынок, построенный в конце XVIII века, представлял собою обширное целое, выходящее на четыре улицы одинаковыми фасадами, состоящими из массивных арок и ниш с этажом полукруглых окон над ними, а тюрьма, перестроенная на ампирный фасон из сооруженного при Екатерине турецкого семибашенного замка, также выходившего на четыре улицы, состояло из гладких голых стен, соединенных кургузами необычайной толщины круглыми башнями. Окон в этом здании было до странности мало, а те окна, что были расположены по верхнему этажу башен, были круглой формы, что и давало впечатление каких-то выпученных в разные стороны глаз. Центральный фасад был украшен фронтоном в греческом вкусе, со статуями двух держащих крест ангелов посреди. Это мрачное, несмотря на свою белую окраску, здание принадлежало к лучшему, что было построено в классическом стиле в Петербурге. А на меня, ребенка, литовский замок производил одновременно как устрашающее, так и притягивающее впечатление. Ведь за этими стенами, за этими черными окнами, с их железными решетками, я рисовал себе самых жутких разбойников, убийц и грабителей. И я знал, что из этой тюрьмы выезжали те позорные колесницы, которые я видел медленно следующими мимо наших окон с восседающими на них связанными преступниками. Несчастных везли на Семеновский плац для выслушивания приговора о шельмовании. Спешу добавить, что таких колесниц я видел не более трех, да и видел я их в возрасте четырех или пяти лет. Позже этот обычай был отменен. Раз я вспомнил про то, что можно было видеть из окон нашей квартиры, то тут же я расскажу и про другие такие уличные спектакли. Зрителем их я мог быть, оставаясь на весьма близком расстоянии от самого зрелища, ведь жили мы в Белетаже, о премье по французскому счету. Вот о премье на первом этаже, а по русскому счету на втором. Совершенно другого характера, нежели тот ужас, который меня охватывал при только что упомянутом проезде позорных колесниц, было чувство, которое я испытывал, когда мимо наших окон шествовала погребальная процессия, что происходило чуть ли не каждый день, и даже по нескольку раз в день, так как через Никольскую улицу лежал путь к расположенным по окраинам города кладбищам Волкову и Митрофаньевскому. Всякие похороны оказывали на меня какое-то странное действие, но одни были только жутковатыми, это в особенности, когда простолюдины староверы несли своего покойника на плечах в открытом гробу, а другие похороны в своей строгой церемониальности производили впечатление возвышающее. Чем важнее был умерший, тем зрелище было торжественнее. Маломальский заслуженный, знатный или зажиточный человек мог в те времена рассчитывать на проводы до могилы с большой парадностью. Православные отправлялись на последнее место пребывания на дрогах под балдахином из золотой парчи со страусовым перьями по углам и золотой короной посреди. Парчевый покров почти скрывал самый дроги же литераны католиков были также с балдахином, но они были черные и вообще более европейского вида. И тех и других везли ступавшие медленной поступью лошади в черных до земли попонах, а на боках попон красовались большие пестро раскрашенные гербы. Эта последняя особенность была уже вырождавшейся традицией. И от такой наемной геральдики вовсе не требовалось, чтобы она точно соответствовала фамильному гербу умершего. Их просто давал напрокат гробовщик. И можно было выбирать по своему вкусу гербы поэффектнее и попараднее. Даже купца побогаче, хотя бы он вовсе к дворянству не принадлежал, везли лошади в попонах с такими гербами. В особенно важных случаях погребальное шествие приобретало род скорбного празднества. В столице жило немало особ высокого ранга, немало генералов, адмиралов, тайных и действительных статских советников, и на каждого сановника сыпались царские милости в виде орденов, золотого оружия, медалей и других знаков отличия. Эти-то знаки при похоронах полагалось нести на бархатных украшенных голунами подушках. Старшие мои братья относились к этому ритуалу с некоторой иронией, но на ребенка дефиле орденов производило глубокое впечатление. Кто-нибудь из больших тут же называл ордена «Вот Георгий, вот Анна, вот Владимир, а вот и сам Андрей Первозванный». Орден святого Андрея Первозванного высший орден Российской империи, учрежденный Петром Первым 30 ноября 1698 года. Напротив цветов в те времена не было принято нести, и лишь два-три веночка с лентами лежали рядом с каской или треуголкой покойного на крышке гроба. Печальная торжественность шествия подчеркивалась тем, что всю вереницу носителей орденов, шествующая пешком духовенства, и саму колесницу окаймляли с двух сторон, одетые во все черные господа в цилиндрах с развивающимся флером, несшие среди дня зажженные фонари. Эти факельщики на богатых похоронах были прилично одеты и шли чинно, строго соблюдая между собой расстояние. Если же покойник был попроще, лошадей всего пара, да и дроги без балдахина, то в виде факельщиков плелись грязные оборванцы с лоскутами дрянного крэпа на продавленных шляпах, и шли они кое-как в раскачку, так как они успевали еще до начала похода выпить лишнего. Военного провожал шедший за гробом отряд полка, которому он принадлежал, а если это был человек высоких военных чинов, то сопровождало его и несколько разных отрядов, не исключая конницы и громыхающей артиллерии. О, до чего мне раздирали душу те траурные марши, которые при этом играли на ходу военные оркестры, инструменты которых были завернуты в черный флер. Бывало, я еще издали услышу глухое громыхание барабанов, виск флейт и мычание труб, и с ужасом бегу к себе в детскую, где зарываюсь в подушке, только бы не слышать этих звуков. Но любопытство брало верх, я прокрадывался обратно к окну и столбенел в каком-то трагическом восторге, глядя, как мимо окон проплывает вся процессия, заключением коей были бесчисленные кареты, ряд которых подчас вытягивался на добрую четверть версты. Полным контрастом этим триумфом смерти были военные триумфы, проходы войск под нашими окнами. Так как путь от казарм Измайловского и Семеновского полков, а также морского гвардейского экипажа к центру города лежал через нашу Никольскую и далее через морскую, то этих солдат мы видали каждый день то большими, то маленькими отрядами, и уж обязательно проходил туда и обратно караул Зимнего дворца от одного или от другого из названных полков. Кроме того, через нашу же улицу выступала весной значительная часть петербургского гарнизона, уходившая в лагере под Красным Селом. Тут я мог вдоволь наглядеться всяких отборных и очень эффектных форм. Наконец, к майскому параду являлись в Петербург и гатчинские керасиры, и казаки, и все-то они на чудесных лошадях шли шагом под звуки своих оркестров мимо наших окон. В мае дозволялось мне уже выйти на балкон, и тогда положительно казалось, что я сам участвую в этом чудесном празднике. Казалось, что стоит руку протянуть, и уже дотронешься до расшитого полкового штандарта, или сможешь погладить сияющие латы и шлемы, в зеркальной поверхности которых отражались дома и неба. Надо сказать, что вид солдат в те времена был куда эффективнее позднейшего. Царствовал государь Александр Второй, сын знаменитого фронтовика Николая Первого. И хотя кое-что в обмундировке было при нем упрощено, однако все же формы оставались роскошными, особенно в избранных гвардейских полках. Некоторые из пехотинцев сохраняли каски с ниспадающим густым белым султаном. У других были кепи, похожие на французские, также украшенные султаном. Грудь у большинства полков была покрыта красным сукном в сочетании с черно-зеленым цветом мундира с золотыми пуговицами и с белыми летом штанами. Давало удивительно праздничное сочетание. Некоторые же привилегированные полки отличались особой декоративностью. До чего были эффектные белые или красные с золотом парадная форма гусар, золотые и серебряные латы керасир, кавалергардов и конногвардейцев, высокие меховые шапки с болтавшимся на спине красным языком конногренадеров, молодцевато на бок одетые глинцевитые шапки улан и так далее. Особый восторг во мне вызывали оркестры. Как те, что шествовали пешком, так особенно те, что, сидя на конях, играли свои знаменитые полковые марши, душу поднимавшие марши. Великолепное зрелище представлял такой конный оркестр. Сколько тут было золота и серебра, как эффектны были расшитые золотом литавры, прилаженные по сторонам седла, а как величественно прекрасен был гигант тамбур-мажор, шествовавший перед полковым оркестром. Что только этот весь обшитый голунами человек не проделывал со своей окрученной голуном с кистями палкой. То он ее швырял и на ходу схватывал, то крутил на все лады. Упомяну я заодно и о том апофеозе военного великолепия, которого свидетелем я бывал раза два или три в свои детские годы. Я говорю об упомянутых только что майских парадах, происходивших на широком царицыном лугу, окаймленном садами, дворцами и, похожей на дворец, казармой павловского полка. С 1818 года царицын луг стал называться Марсовым полем и сделался местом регулярных военных парадов. Из-под колоннады этой казармы я в компании знакомой детворы и наслаждался зрелищем. Место парадов называлось лугом, но луга никакого не было, а была очень просторная площадь, посыпанная песком. На этой площади и происходил царский парад. Начало мая редко бывает в Петербурге теплым днем, и поэтому, будучи четырех- или пятилетним мальчиком, я немилосердно мерз, несмотря на свое бархатное пальтишко, суконную шапочку и шерстяной шарф. Однако, сколько мама не убеждала меня войти погреться в комнаты, я упорно оставался на своем месте, пожирая глазами происходившее передо мной. И как было не наслаждаться этим зрелищем, как можно было променять его на скучное сидение среди дам, еще, не дай бог, они стали бы тискать и целовать. Тысячи и тысячи моих любимых солдатиков продвигались стройными рядами во всех направлениях, все в ногу, и все же без всякого видимого усилия, с удивительной быстротой повинуясь одним только выкриком офицеров. Восторг, сопряженный с некоторой тревогой, возбуждал во мне проезд грохочущей артиллерии, но букетом всего спектакля являлась джигитовка кавказских воинов, черкесов, лесгинов, хефсуров. Иные из них в те времена были еще одеты точь в точь, как средневековые рыцари, в серебряные кольчуги и в панцире, и на головах у них были высокие серебряные шлемы. Джигиты неслись во весь опор, некоторые, стоя на седле, стреляли вперед и назад, а подъезжая к палатке с особыми императорской фамилии, они соскальзывали под брюхо своих коней и с небывалой ловкостью схватывали брошенные им царицей или великими княгинями платки. С особым восторгом относился я и к проходу того полка, у которого мы были в гостях, павловцев. На головах у этих рослых парней были высокие медные кивера с красной спинкой, а мундиры их сверкали золотом. Но самое замечательное было то, что все они были на подбор курносые, как того требовала традиция, восходившая еще ко временам державного учредителя этого полка Павла I, отличавшегося, как известно, вздернутым до уродства носом. В жизни курносые люди мне только представлялись смешными, но в таком подборе они представлялись замечательно интересными. Вернувшись домой, я подходил к зеркалу, приподнимал пальцем свой нос кверху и радовался тому, что и сам становился похожим на павловца. Вспоминая эти марсовые потехи, как становится понятной муштровально-мундирная мания, коей были одержимы едва ли не все государи прошлого, но которые особенно ставятся в вину пруссакам, Фридриху, Вильгельму Первому и Фридриху Второму, а также нашим царям Петру Третьему, Павлу, Александру Первому и Николаю Первому. Однако, хоть и кажется это смешно и хоть много бывало под этим мучительства, однако, насколько же тогдашние царские забавы в общем были менее жестокие и чудовищные, нежели все то дьявольское усовершенствование военного дела, до которого теперь дошло человечество, и в самых демократических странах. Глава Вторая Окрестности Петербурга Петергоф и Араньенбаум В мой культ родного города были включены и его окрестности. Но одни я узнал на самой заре жизни, другие лишь впоследствии. К первым относятся Петергоф, Араньенбаум и Павловск, ко вторым царское село Гатчино и прилегающая к Петербургу часть Финляндии. Наиболее нежное и глубокое чувство я питаю к Петергофу. Быть может, известную роль тут сыграло то, что я с Петергофом познакомился в первое же лето своего существования, ибо мои родители в те годы всегда уезжали на дачу в Петергоф. Переехали они туда и в 1870 году, еще когда мне минуло не более месяца. В Петергофе же в следующие годы я стал впервые осознавать окружающее, да и в дальнейшем Петергоф не переставал быть родным местом для всей семьи Бенуа. В нем всегда проводили лето мои братья, в Петергофе начался мой роман жизни, в Петергофе же живали не раз и я собственной своей семьей. Но есть и вообще в Петергофе что-то настолько чарующее, милое, поэтичное и сладко-меланхоличное, что почти все, кто знакомится с ним, подпадают под его чары. Петергоф принято сравнивать с Версалем. Петергоф русский Версаль. Петр пожелал у себя устроить подобие Версаля. Эти фразы слышишь постоянно. Но если действительно Петр был в 1717 году поражен резиденции французского короля, если в память этого он и назвал один из павильонов в Петергофе Марли, если и другое петергофское название Монплезир можно принять за свидетельство его французских симпатий, если встречаем как раз в Петергофе имена трех художников, выписанных царем из Франции, архитектора Леблона, живописца Пельмана и скульптора Пино, то все же в целом Петергоф никак не напоминает Францию и тем менее Версаль. То, что служит главным художественным украшением Петергофа фонтаны, отражает общее всей Европы увлечение садовыми затеями, однако ни в своем расположении, ни в самом своем характере эти водяные потехи не похожи на версальские, скорее в них чувствуется влияние немецкие, итальянские, скандинавские, но и эти влияния сильно переработаны согласно личному вкусу Петра и других русских царей, уделявших немало внимания Петергофу. В Петергофе все несколько грубее, примитивнее, менее проработано, менее сознательно продумано в художественном смысле. Многое отражает и некоторую скудость средств, и, несмотря на такую скудость, желание блеснуть и поразить, что греха таить? Петергоф провинциален. Бенуа лишь вскользь упоминает о Большом Петергофском дворце, составляющем вместе с каскадом фонтанов центральный художественный образ всего Петергофского ансамбля. Архитектура этого главного памятника, сооруженного в 1747-52 годах Растрелли, 1700-1771 ему же принадлежат Екатериненский дворец в Царском селе, Зимний дворец и собор Смольного монастыря в Петербурге и другое, не может быть названа провинциальной хотя бы уже потому, что своеобразием своего замысла и форм она вообще не имеет аналогий в Западной Европе 18-го столетия. Наконец, и природа, несмотря на все старания, особенно самого Петра, победить суровость петербургского климата или создать хотя бы иллюзию, будто эта победа удалась, природа осталась здесь несколько худосочной, почти чахлой. Временами непосредственная близость к морю делает и то, что существование в Петергофе становится мучительным. Дожди, туманы, пронизывающая сырость. Все это характерное явление для всей петербургской округи, но в Петергофе они сказываются с особенной силой, действуя разлагающим образом на петергофские постройки, подтачивая камень, заставляя позолоту темнеть, периодически разрушая и искажая пристани, дамбы, обрамление водоемов и набережные каналов. Это одно лишает Петергоф той отчетливости в отделке, какой могут похваляться знаменитые западноевропейские резиденции. И все же Петергоф сказочное место. Посетивший меня летом 1900 года Райнер Мария Рильке, стоя на мосту, перерезающем канал, ведущий от дворца и главных фонтанов к морю, воскликнул перед внезапно открывшимся видом. Это же замок снежной королевы! И при этом от восторга на глазах поэта даже выступили слезы. И действительно, в тот ясный летний день все казалось каким-то иреальным, точно на миг приснившимся, готовым тут же растаять сновидением. Серебряные крыши дворца, едва отличавшиеся от бледного неба, мерцание золотой короны на среднем корпусе, блеклый отблеск в окнах угасавшей зари, ниже струи, не перестававших бить фонтанов, с гигантским водяным столбом Самсона посреди, а еще ближе, по берегам канала, два ряда водометов, белевших среди черной хвои. Все это вместе создавало картину полную сказочной красоты и щемящей меланхолии. Прибавьте к этому плеск и журчание воды, насторожившееся спокойствие могучих елей, запахи листвы, цветов. Этот вид с моста классический Петергоф. Это тот вид, который отмечается крестиком в путеводителях. Однако к нему скорее можно привыкнуть, нежели ко всем тем более интимным или менее знаменитым красотам, которые открываются в Петергофе на каждом шагу. Так меня с самого раннего детства особенно волновали два купольных здания, стоявшие на концах большого дворца, один одноглавый, носивший название «корпус под гербом», другой, служивший церковью и сверкавший своими пятью куполами, роскошно убранными густо позолоченными орнаментами. Перед первым на разводной площадке я не раз видел смотры войск, и тогда казалось, что как-то особенно гордо парит в небе, расправляя и вздымая свои крылья гигантский золотой геральдический орел, венчающий купол этого павильона. Что же касается садопридворной церкви, то нигде? Даже перед нашим роскошным Никольским собором церковные процессии не казались мне более умилительными, нежели там, когда в солнечное июньское утро крестный ход выходил из церкви, спускаясь по наружной лестнице в сад, где на одном из ближайших бассейнов строился помост и ордань для водосветия. Как чудесно отражались в воде ликующее ясное небо и золотые купола, какими праздничными представлялись священнослужители в роскошных ризах, несшие хоругви ливрейные лакеи и случайно подошедшая посторонняя публика, особенно дамы в своих светлых платьях. Это были скорее интимные церемонии. Двор еще не переезжал на летнее пребывание. Из особенно важных особ на них никто не присутствовал, потому и народу было не так уж много, и можно было, пробравшись к самому краю бассейна, любоваться всем вдоволь. Но сколько еще очаровательного было в Петергофе! Не отдавая себе в чем-либо отчеты, я уже ребенком все это впитывал в себя, гуляя за ручку с папой или сидя в коляске, сопровождая своих родных на музыку. Постоянно возвращаясь к тем же местам в разные эпохи моей жизни, я часто находил то, что некогда мне представлялось грандиозным и роскошным, съежившимся, измельчавшим и обедневшим. Но и тогда душа всех этих мест заговаривала с моей душой. И не только потому это происходило, что вспоминались трогательные подробности, детские игры или первые воздыхания любви, а потому, что самому Петергофу действительно свойственна особенная и единственная принительность. В самом Петергофском воздухе есть нечто нежное и печальное. В этой атмосфере все кажется легким и ласковым. В Петергофе образ двух русских государей, стяжавших себе славу неумолимой строгости, получает иной оттенок. Фигуры Петра Великого и Николая Первого приобретают в окружении Петергофской атмосферы оттенок милой уютности. Один превращается в голландского средней руки помещика, радушного хозяина, любителя цветов, картин, статуй и всяких курьезов, другой рисуется романтическим мечтателем, увлеченным мыслями о далеком рыцарском средневековье или о менее далекой эпохе грациозно-шаловливого рококо. Я не стану здесь более подробно описывать Петергоф, ибо в дальнейшем я неоднократно буду возвращаться к нему. Здесь скажу только еще, что как раз в Петергофе имеется ряд строений, созданных моим отцом, и эти постройки служат к немалому его украшению. Грандиозные, имеющие вид целого города, придворные конюшни. Два элегантных связанных мостиком дворца для придворных дам, составляющие гармоничное и роскошное продолжение Большого Петергофского дворца. Наконец, первое, что видишь, пребывая в Петергоф, вокзал нового Петергофа с его готическими залами и своей узорчатой башней. В последние годы царствования Николая Первого и при перестройке резиденции Александра Второго в Петергофе Бенуа были построены придворные конюшни 1846-54, здание железнодорожного вокзала 1854-56 и два фрейлинских корпуса 1858. Факт, что все эти здания были произведениями папы, что, кроме того, он в годы моего раннего детства имел по службе какое-то касательство вообще ко всем петергофским постройкам, объезжал их, давал распоряжения относительно их ремонта, что всюду его встречали как любимого начальника, что многие придворные служащие были обязаны ему своим местом, все это способствовало тому, что я Петергоф мог считать своим родным местом. И к этому необходимо прибавить, что мой отец помнил Петергоф еще в годы, когда Россией правил Александр I, когда на Петергофский праздник в честь вдовствующей императрицы Марии Федоровны съезжалось пол Петербурга, Наконец, многие члены нашей семьи родились в Петергофе, а два моих дяди и три моих брата всегда в нем проводили свой летний отдых. Пожалуй, сам царь не обладал таким ощущением собственности в отношении Петергофа, каким обладал я. Для меня Петергоф был одним громадным поместьем, во всех своих частях абсолютно для меня доступным и близким. Не входило только в эту мою усадьбу интимная резиденция императорской фамилии, огороженная со всех сторон, Александрия. Так называлась царская резиденция девятнадцатого двадцатого веков, расположенная в восточной части Петергофской приморской полосы и отделенная стеной от нижнего сада. Участок принадлежал когда-то Меншикову и носил название Монкураж, а затем был отведен под императорский охотничий зверинец. Сразу после вступления на престол Николая Первого здесь создаются пейзажный парк и новый царский дворец архитектор Менелас 1826-1829. Название Александрия было дано в честь жены Николая Первого Александра Федоровны. Дворец Котедж павильон Ферма Менелас 1829 и капелла сооружена по проекту Шинкеля Менеласом и Шарлеманем в 1833 году были выдержаны в формах неоготики эпохи романтизма. Для Александра Второго архитектором Штекеншнейдером 1802-1865 ферма была перестроена в фермерский дворец. В 1885 году по проекту Томишко 1850-1900 для Николая Второго был возведен на берегу залива Нижний дворец. Последнее сооружение Петергофской Александрии. Туда я в детстве не был вхож, и тем более казалось соблазнительной жизнь за этой нескончаемой высокой глухой стеной, выкрашенной в казенные желтую и белую краски. За ней и за воротами в ней, охраняемыми пешими часовыми и казаками на конях, жили царь с царицей и царские дети. От Петергофа до Аранинбаума всего десять километров, и соединяет оба города широкое шоссе, идущее параллельно берегу Финского залива. Теперь с этой дороги уже почти нигде не видно море, так как весь берег застроился дачами, во времена же моего детства в тех местах, где море не заслоняли парки принца Ольденбургского, собственное его величество дачи, герцога Лихтенбергского и графа Мордвинова, там оно открывалось вовсю ширь, а на горизонте с приближением к Аранинбауму все яснее и яснее вырисовывался Кронштадт с его крепостями и кораблями. Берег этих открытых мест оставался диким, среди поросших скудной травой песков стояли одни жалкие рыбацкие хижины или же выселись одинокие кредкоствольные сосны, расправлявшие во все стороны свои могучие ветви. В самый Аранинбаум городок убогий и глухопровинциальный въезжали через триумфальные классического стиля ворота. Затем тянулась улица с очень невзрачными домами, но дальше то же шоссе перерезало сад Аранинбаумского дворца, как раз у того моста, откуда начинается канал, ведущий среди пустынных земель и болот к морю. Тут Кронштадт виден был совершенно отчетливо, ибо расстояние до него всего шесть километров. в Аранинбауме никто из наших родных в моем детстве не живал, но это не препятствовало тому, что у меня сложилось к нему какое-то родственное чувство, и что он оказывал на меня большую притягательную силу. Вероятно, поэтому первые жилеты нашей самостоятельной жизни мы с женой пожелали провести именно под Аранинбаумом, да и впоследствии мы два раза жили в самом этом чарующем месте. В детстве меня ожидали разные специальные приманки в Аранинбауме. Почему-то там я получал шишки с привкусными орешками, похожими на те итальянские пеньоли, которые у нас ставились на стол на больших обедах. Там же откуда-то доставались крошечные райские или китайские яблочки, которые не отличались большой сладостью, но которыми я все же объедался, веря, что они действительно из рая. Более же всего меня пленил самый дворец, широкой дугой, раскинувшийся на холме с двумя грузными павильонами на концах. Большой дворец был построен в 1710-1725 годах архитекторами Фонтана и Шеделем 1680-1752. Полукружие его плана было образовано дугообразными галереями, соединявшими центральный корпус с двумя купальными павильонами по краям. Парадная фигурная лестница, сооруженная в 1772 году Ринальди около 1710-1794 спускалась к регулярному нижнему парку, связывая дворец с каналом, ведущим к морю. Такие же каналы, соединяющие дворцы с морем, были проведены в Петергофе и в Стрельне. Они отвечали морским интересам Петра. Этот дворец был сооружен еще в царствовании Петра Великого, но не самим царем, а его выведенным из грязи в князе любимцем Меншиковым, герцогом Ингерман Ланским. Большая герцогская корона, положенная на алую подушку, и венчала бельведер среднего корпуса дворца. Эта корона, годная по своим размерам разве только для какого-нибудь сказочного великана, производила на мое детское воображение огромное впечатление. Но еще большие и доходящие до ужаса впечатления производили на меня помянутые пузатые павильоны. Один из них называется Японским, другой служил придворной церковью. С выкрашенными одинаково в зеленую краску широко расплывшимися куполами, заканчивающимися причудливыми фонарями. Когда на повороте дороги один из этих куполов вынырял из масс деревьев, то бог знает почему мною обладевал рот паники, и я даже старался не глядеть в ту сторону. Другие достопримечательности Аронинбаума меня в детстве не касались. Зато трепет мой усиливался, когда, миновав дворец, мы выезжали в густые еловые леса, расположенные на много верст вокруг Аронинбаума и пребывавшие тогда в совершенной дикости. О, как дивно в них пахло, особенно под вечер, нагревшийся за день хвоей. Какая поэзия леса была в них, отчетливо выражена. Обыкновенно среди леса коляски нашего пикника останавливались, седоки разбредались по рыхлым мхам в поисках грибов и черники, а прислуга располагала под деревьями скатерти, самовар, посуду и закуски. Но я боялся углубляться в неведомую чащу. Благоразумнее было оставаться около мамы. Мне казалось, что стоило бы мне удалиться на двадцать шагов, как меня схватил бы притаившийся за деревом волк, или я увидел бы вдали медведя. Несколько раз даже казалось, что я и впрямь вижу чернобурова мишку, тогда как то были только поднятые корни поваленных ветром деревьев. Вблизи такая поднявшаяся на сожень или надве обросшая мхом корчага казалась разинутой пастью, зловещая чернота зияла под ней, и как змеи свисали тонкие отростки. Зато какое милое безмятежное наслаждение доставляло мне собирание, точнее съедание на месте, ягод, мириадами красневших, черневших и синевших всюду под ногами. Их было так много, что, не двигаясь с места, можно было наесться до отвала, стоило только нагибаться и класть ягоду за ягодой в рот, а мне в то время и нагибаться-то особенно не приходилось. Дивное удовольствие я испытывал, запихав за щеку десять-пятнадцать разных душистых ягод земляники, черники и голубицы и устраивая у себя во рту из них привкусную кашку Маседуан. Глава третья Царское село и Павловск Продолжая вспоминать об окрестностях Петербурга, я еще должен упомянуть о Павловске и о Царском. С Павловском я познакомился когда мне было пять лет и когда я уже хорошо знал Петергоф и Ароненбаум, с Царским же я познакомился гораздо позже, когда мне был уже двадцать один год. Последнее может показаться странным, ибо Царское село как раз то место, которое пользуется наибольшей известностью за границей, известностью почти равной той, которой пользуется Версаль или Потсдам. Но случилось это потому, что мои родители в Царском не живали и что папа там ничего не строил. Раза три, впрочем, меня возили в Царское село к нашим родственникам Шульманам и Лилле, но эти поездки совершались зимой в темноту и у меня не сохранилось о них иных воспоминаний, кроме каких-то темных вокзалов и вагонов. Помню и о той скуке, которую я испытывал, находясь в гостях в чужом доме. Известное понятие, но, правда, совершенно фантастическое, о царском я все же и в детские годы имел. Оно сложилось у меня от разглядывания трех гравюр, входивших в состав альбома Махаева, и от одного из занавесей Большого театра. К альбому Махаева 1718-1770 с видами Петербурга 1753 года в 1761 году были добавлены три гравюры с изображением царского села. Виды Большого дворца, павильона Эрмитаж и Зверинца или Охотничьего павильона. И две гравюры с изображениями больших дворцов в Петергофе и Араньенбауме. Лист, о котором пишет Бенуа, вид дворца в царском селе со стороны циркумференции, гравирован Внуковым, Артемьевым и Челноковым по рисунку Махаева в 1759-1761 годах. Циркумференция площадь, обнесенная закругленными в плане постройками служебного назначения. Особенно мне импонировал сложенный и раскладывающийся во все стороны громадный лист в Махаевском Увраже, изображающий фасад дворца со стороны циркумференции с проезжающей линией императрицы, запряженной в двадцать лошадей цугом. И этим же фасадом я мог любоваться напомянутом занавесе, служившем для антрактов. Здесь дворец во всю свою ширь был виден через арки, никогда не существовавшего перистиля, в нишах которого в вычурных позах стояли мифологические персонажи. Самый же дворец был изображен блистающим позолотой, как оно и было в действительности в первые годы его существования. Занавес этот принадлежал кисти знаменитого декоратора Роллера и был в своем роде шедевром. Что же касается Павловска, то я не могу причислить его к наиболее любимым в детстве местам. Позже я оценил всю его грустную поэзию, его зеленую напитанную сыростью листву, его благородные классические дворцы, киоски, надгробие, мавзолеи, храм дружбы и храм Аполлона. В детстве же вся эта поэзия, типичная для позднего восемнадцатого века, наводила на меня уныние. Однако несколько уголков пленили меня и тогда, а именно знаменитый павильон Рос и не менее знаменитая сетка. Скажу еще два слова о павловских настроениях. Будучи маленьким мальчиком, я, разумеется, не давал себе в них отчета, но ощущал я их все же в чрезвычайной степени. В Павловске всюду живет настроение чего-то насторожившегося и завороженного. Именно в Павловске легче всего испытать панический страх. Недаром именно в Павловске в крутые годы царствования императора Павла дважды произошли так и оставшиеся необъяснимыми военные тревоги, заставившие все части войск, стоявших тогда в Павловске без форменного приказа в самом спешном порядке стянуться к дворцу. Точно там неминуемо должно было произойти нечто грозное и роковое. Недаром же и Достоевский в качестве сценария самых напряженных мест идиота выбрал именно Павловск. Это мрачное настроение, чему особенно способствует преобладание в парке черных и густых елей, царит в Павловске рядом с чем-то уютным и приветливым, и это соединение как-то по-особенному манит и пугает, куда бы не направить свои шаги. В сумерки подчас такие смешанные чувства достигают чего-то невыносимого, если окажешься в эту пору где-нибудь в темных аллеях Сильвии с ее темными бронзовыми статуями, изображающими гибнущих от стрела полона не обид, или перед сумрачным фронтоном мавзолея Павла, или в запущенных просеках вокруг круглого зала. В Павловске существует две Сильвии, старая и новая. Старая Сильвия это лесистая часть парка Силва, латинское слово лес, представлявшая собой круглую площадку, украшенную статуей Аполлона, с радиально расходящимися двенадцатью дорожками аллеями, у входов в которые также располагались статуи. Новая Сильвия чуть дальше от дворца с павильоном памятником супругу благодетелю. И что же, даже в детстве именно эта пугавшая меня мрачность оказывала в то же время притягательные действия, а впоследствии и говорить нечего именно эта кошмарная жуть, этот сказочный ужас особенно манили и пленили меня. Манила меня и крепость, романтическая затея императора Павла, состоявшая из двух башен и дома, с перекинутым через ров подъемным мостиком. Но больше всего меня в Павловске притягивал монумент Павлу Первому, что стоит перед дворцом и что изображает императора совсем таким, каким он был в жизни, с огромной треуголкой на голове, со вздернутым до карикатурности носом и в громадных подфортах. Игрушечная крепость Бип была построена архитектором Бренной 1740-1819 в 1795 году и до 1811 года значилась в списке крепостей Российской Российской империи. Располагалась на высоких валах за прудом Павловского парка. Монумент Павлу Первому, что стоит перед дворцом, статуя была исполнена скульптором Виталии 1794-1855 в 1850 Глава 4-я Наша семья Предки с отцовской стороны Известно, что Санкт-Петербург, став в XVIII веке настоящей столицей, не пользовался симпатией остального российского государства. Что это было так в начале его существования вполне понятно, ибо русским людям, привыкшим считаться с Москвой как с сердцем России, было трудно поверить, что такое же и даже большее значение во всей их жизни получило какое-то новообразование, считавшееся сначала пустой, ничем не обоснованной прихотью царя. Такое недоверие должно было особенно утвердиться в Москве, в этой первопрестольной, чувствовавшей горькую обиду за то, что ей, древней, священной и богатой воспоминаниями, предпочли какого-то временщика безроду и племени, к тому же обладающего отвратительным климатом и худосочной природой. Это презрение и прям-таки ненависть продолжались и дальше. Бенуа был склонен преувеличивать отчужденные отношения к Петербургу со стороны доподлинно русских людей. Ведь среди них и основатель города царь Петр, и Ломоносов, и строитель адмиралтейства Захаров, и Пушкин, и Некрасов, и Достоевский, и Андрей Белый, и Александр Блок. У многих из них восприятие Петербурга было противоречивым, нередко драматическим, однако оно никак не укладывалось в формулу Бенуа. Настоящему русскому человеку все в Петербурге претило, и он продолжал в нем видеть чужестранца. С этим связано и известное преувеличение исторической роли так называемой немецкой колонии, полуассимилировавшихся иностранцев в Петербурге, которую Бенуа несколько ниже называет фундаментом типичной петербургской культуры. Этот фундамент, как о том говорит сам автор, образовывали и культурные деятели русского происхождения, художники слова, кисти и музыки, не говоря уже об архитектуре. С другой стороны, и сами иностранные мастера, украшавшие и строившие Петербург, осознавали себя не только частью петербургской культуры, но действовали, по словам архитектора Растрелли, относящимся к строительству Зимнего дворца, для одной славы всероссийской. Ничего не противодействовало этим чувствам. Ни величественная красота нового города, ни блеск его жизни, блеск, главным образом сообщавшийся двором, не расцвет культуры. То, что именно в Петербурге величайшие русские художники слова, кисти и музыки имели свое пребывание и даже вдохновлялись им. Настоящему русскому человеку все в Петербурге претило, и он продолжал в нем видеть чужестранца. На самом же деле Петербург, несмотря на миссию, возложенную на него основателем, и на то направление, которое было дано им же его развитию, если и рос под руководством иностранных учителей, то все же не изменял своему русскому происхождению. Это окно в Европу находилось все же в том же доме, в котором жило все русское племя, и это окно этот дом освещало. С другой стороны, естественно, что в силу самого его назначения в Петербурге жило немало самых разнообразных иностранных элементов. Замечательно и то, что из очень многочисленных христианских храмов в Петербурге значительное число принадлежало иным вероисповеданиям, нежели православному, и в этих церквах служба и проповедь происходили на немецком, польском, финском, английском, голландском и французском языках. Паства этих церквей была исключительно иностранного происхождения, но в значительной своей части она ассимилировалась с русским бытом и пользовалась в своем собственном обиходе русским языком. Нечто аналогичное уже знала Москва в знаменитой немецкой слободе, которая постепенно образовалась из иностранцев, массами селившихся по приглашению Москвы, закосневшей в стародавних навыках и потому нуждавшейся в более передовых элементах. Но в Москве чужестранцы жили отдельным, отгороженным от всего пригородом, куда русские люди почти не имели доступа и которые сами могли обходиться без того, чтобы прибегать к непосредственному постоянному общению с московским людям. Это было нечто вроде тех концессий, которые существуют на Востоке или еще вроде гетто в еврейском средневековье. Такого обособленного города при городе в Петербурге не было, а напротив правительство Петра и его преемников всячески поощряло смешение своих подданных с пришлыми элементами, продолжавшими насаждать желанную и необходимую заграничную культуру. Если иностранцы в Петербурге и имели известную наклонность селиться группами по признаку одинакового происхождения, то это делалось свободно из чисто личных побуждений. Вообще же иностранцы, частью вполне обрусевшие, жили в Петербурге, да и по всей России в разброску, и если можно говорить в отношении Петербурга о какой-то немецкой слободе, то только в очень условном и переносном смысле. Такая слобода существовала только в идее, и это понятие не соответствовало чему-либо топографически обособленному. К составу такой идеальной немецкой слободы принадлежала и наша семья. Несмотря на столетнее пребывание в Петербурге, несмотря на то, что наш быт был насквозь пропитан русскими влияниями, несмотря на русскую прислугу, семья Бенуа все же не была вполне русской, и этому в значительной степени способствовало то, что наша религия не была православной, и что большинство браков нашей семьи происходило с такими же потомками выходцев из разных мест, какими были мы. Чисто русские элементы стали постепенно проникать посредством браков в нашу семью лишь к концу девятнадцатого века. И вот дети, рождавшиеся от этих браков, крещённые по православному обряду, постепенно теряли более явственные следы своего происхождения, и только по-иностранному звучавшая фамилия выдавала в них то, что в их жилах ещё течёт известная доля французской, немецкой или итальянской крови. Фамилия Бенуа родом из Франции, из провинции Бри, и из местечка Сент-Уэн, находящегося где-то неподалёку от Парижа. Мы не можем похвастать благородством нашего происхождения. Самый древний из известных нам предков Никола де Нибенуа значится на родословной, составленной моим отцом, в качестве хлебопашца, иначе говоря, крестьянина. Фёдор Францевич Бенуа, один из представителей разветвлённого рода Бенуа, в своей книге «Краткая история семьи Бенуа в России», называет ещё и отца Никола Дени Бенуа, Дени Бенуа, крестьянина, жившего в конце XVII, начале XVIII века, в городке Сезанн, в 110 километрах к востоку от Парижа. От его брака с Марией Брошо 22 декабря 1702 года родился Никола Дени Бенуа, который был не хлебопашцем, но учителем в церковно-приходской школе в местечке Сент-Уэн-Ан-Бри, расположенном в 65 километрах от Парижа. Его жена Мария Ля Ру была дочерью Каменщика. Их сын Никола Бенуа, прадед художника и отец родоначальника русской ветви семьи Бенуа, родился 17 или 18 июля 1729 года. Он учительствовал в той же церковно-приходской школе, что и его отец с 1748 по 95 год. Здесь под его руководством обучение начиналось с латинского языка и священного писания. Помимо преподавания Никола Бенуа принимал участие в церковном хоре и совершении обрядов, что составляло основу материального существования его семьи. Женат он был на Марии Ля Ру, очевидно, тоже крестьянки, но уже сын их Никола Бенуа 1729 1813 успел значительно подняться по социальной лестнице. Этот мой прадед получил достаточное образование, чтобы самому открыть школу, в которой воспитывались и его собственные дети. С ним я уже был как бы знаком лично. Пастельный портрет его, копированный моей теткой Жанне Трубер с оригинала оставшегося во Франции, изображает окривевшего на один глаз, очень почтенного и милого старичка. Его доверху застегнутый сюртук зеленоватого цвета выдает современника тех старцев, которые фигурировали на картинах гряза. Под рукой у него книжка с золотым обрезом. Чему учил, где и как Никола Бенуа, я не знаю, но, вероятно, он был педагогом по призванию, так как иначе трудно было бы объяснить, почему он отказался от профессии дедов и избрал себе иной жизненный путь. Лицо на портрете прадеда мягкое, доброе и несколько скорбное. Моральную же характеристику мы находим в тех стихах, которые были сочинены его сыном, моим дедом, и которые в рамке под стеклом красовались под помянутым портретом, висевшим в папином кабинете, стены которого были сплошь покрыты семейными сувенирами. Привожу здесь этот акростих, так как он не только характерен для своей эпохи, но и является до настоящего времени своего рода скрижалью идеалов нашей семьи вообще. Сохраняю орфографию подлинника. В приведенном французском тексте акростиха содержится несколько отклонений от подлинника. Фотокопия акростиха в архиве Бенуа. Местонахождение оригинала неизвестно. Перевод акростиха на русский язык местами неточен. Николаю Бенуа, родившемуся 17 июля 1729-го. Рожденный от людей незнатных, но честных и искренних, он всегда был хорошим супругом и отцом. Довольный своим положением, скромный в своих желаниях, он никогда не отдавал душу во власть неосмотрительной горячности, никогда не увлекался неосуществимыми планами, желая сохранить добродетель, он ограничивал свои удовольствия. Быть полезным всем было его единственным желанием. Добрый без гордости, мягкий, милосердный, человечный, он всегда защищал вдовую сироту. Ни золото, ни потребности не смущали его жизни. Человек поистине богат, когда он делает добро. Он сумел стать богатым своими добрыми делами. Его и наше счастье стали наградой за это. Написано его почтительным сыном Луи Бенуа. Надо думать, что все сказанное в этом стихотворении не пустой поздравительный комплимент, но настоящая правда. Такая же характеристика могла бы вполне подойти, например, и к моему отцу, родившемуся как раз в год смерти моего деда. Да и вообще семья Бенуа отличается известной склонностью к домашним добродетелям, притяготение к скромности, к тени, к достойному довольству своим положением. Вместо слов «моего деда» следует читать «моего прадеда» или «своего деда». В отцовском собрании семейных портретов был один изображавший дочь того же Никола Бенуа сестру моего деда. Это был превосходный кусок живописи, который можно было бы без натяжки приписать самому Давиду. Видно, уже в те времена в семье Бенуа жили какие-то художественные вкусы и даже настоящий толк в живописи. Однако то, что это моя сестра деда Мари Мадлен, изображена не в виде дамы, а в типичном крестьянском чепчике и с самой простецкой косынкой вокруг шеи, показывает, что у членов семьи Бенуа и Сентуэна тогда еще не обнаруживалось желание изменить своему происхождению скромному и незнатному. Возможно, впрочем, и то, что в дни революции наши деды могли в такой намеренной скромности находить известную гарантию безопасности, тем более, что, судя по семейным преданиям, они отнюдь не разделяли массовых увлечений, а продолжали быть верными своим роялийским симпатиям, что, кстати, сказать, вовсе не было редкостью во французском дореволюционном крестьянстве. Отец мой во время своего путешествия во Францию в 1846 году побывал в родной деревне, где он застал и самый дом семьи Бенуа. Он тогда же зарисовал его. На этой акварели мы видим каменное одноэтажное довольно большое здание с высокой черепичной крышей и с высокими тяжелыми трубами. У этого дома было странное прозвище Ла-Бе, и возможно, что он служил когда-то служебным помещением какого-либо соседнего аббатства, но едва ли мой прадед был повинен в покупке конфискованного у духовенства имущества, ведь глубокая религиозность была также одной из основных наших фамильных черт. на самом деле дом именовался домом священника, так как в нем когда-то жил священник. Никола Бенуа снял этот дом в аренду в 1796 году у владельца уже не имевшего отношения к церкви. По акварели отца трудно судить, были ли вокруг дома еще какие-либо угодья, но, скорее всего, что это было так, что за домом был расположен плодовый сад, и далее тянулись огороды и поля, принадлежащие Никола Дини. Нужно думать, что эти угодья возделывались хорошо, ибо что, как неземные плоды, дали возможность накопить тот достаток, который позволил его сыну бросить крестьянское дело, открыть школу и перейти в разряд буржуазии. У прадеда было три сына и две дочери. Всего было двенадцать детей, из них семь умерло в младенческом и детском возрасте. Изображения одной из дочерей и всех трех сыновей дошли до нас. Старший сын Аун-Франсуа на превосходном портрете, висевшем в отцовском кабинете, подписанном Буало, имеет очень благородный вид. Глаза его ласковые, а на устах играет приветливая улыбка. Тот же Буало написал и его супругу, прелестную даму с пикантными чертами лица, в бархатном темно-зеленом платье с большим вырезом, с прихотливой прической на голове и с газовой рюшкой вокруг шеи. Любопытно отметить, что на своем портрете моя тетка, носившая в девичестве фамилию Бодар, и вышедшая замуж за брата моего деда в Петербурге, имеет сходство с моей женой, что как будто указывает на известное тождество семейных вкусов на протяжении целого столетия. Потомки брата моего деда в настоящее время живут в Париже, но все они принадлежат к женской линии и не носят фамилии Бенуа. Последний французский Бенуа скончался лет двадцать назад, и этот Артюр Бенуа был тоже архитектором. Артюр Бенуа скончался 18 ноября 1907 года и похоронен в семейном склепе Бенуа на кладбище Перла-Шес. Сам Бенуа похоронен на кладбище в Ботиньоле под Парижем. Второй сын моего прадеда, носивший имя Жан-Франсуа и прозвище Кадо, был женат на своей кузине, но брак этот остался бездетным. У Жана-Франсуа и его жены Ан-Луис, урожденный Муранс, родились сын и две дочери. Его прозвище было Каде младший. В папиной коллекции был портрет этого моего гранд-онкль, брата-дедушки, во вкусе Буальи, относившийся приблизительно к 1815 году. На нем Кадо имеет вид довольно полного, совершенно лысого господина, взгляд и усмешка его выдают доброго и приятного человека. Мой дед позировал самому Буальи, и этот писанный на фарфоре превосходный портрет, был приобретен у моей сестры Эрмитажем. Чем в точности занимался Ан-Франсуан, я не знаю, но, несомненно, это был человек со средствами. Ан-Франсуан Бенуа в 1776 году был отдан в обучение ремеслу кондитера на кухне герцога Демон Муранси в Париже и прослужил у него до 1793 года. В 1793 году Бенуа отправился в Россию, где прожил более пяти лет, а затем вернулся во Францию. Кондитером был и второй сын Никола Бенуа, Жан-Франсуа. Косвенно на это указывает уже то, что его сын Луи, архитектор, мог взять себя в жены одну из богатых невест парижской буржуазии, дочь знаменитейшего на всю Европу серебряных и золотых дел мастера Одио. От младшего сына прадеда, моего родного деда, 1772-1822, произошли все бесчисленные русские Бенуа. Родился же мой дед за целый без двух лет век до моего рождения, в те дни, когда во Франции еще царствовал Людовик XV. Бенуа называет датой его рождения 1770-й. Воспитание этот Луи-Жюль получил во Франции, но еще совершенно молодым человеком, чувствуя непреодолимое отвращение перед революционным беснованием, он покинул родину и в 1794-м году оказался в России, где уже временно находился один из его братьев. В 1783-м году Луи-Жюль поступил в обучение ремеслу кондитера в дом герцога де Монмуранси, у которого в это время служил его старший брат. Когда в начале революции герцог эмигрировал, оба брата Бенуа последовали за ним сначала в Брюссель, а затем и в Льеж. В 1793-м году Луи-Жюль Бенуа перешел на службу в качестве повара к посланнику Пруссии, а последний в 1794-м году взял его с собой в Петербург. Здесь Луи-Жюль Леонтий Николаевич Бенуа от прусского посла вскоре перешел на службу в аристократические русские дома к Голицынам Нарышкиным и лишь в 1808-м году был удостоен места придворного метродотеля, который и занимал до своей смерти в 1822-м году. На надгромном памятнике Бенуа указывалось, что он умер в должности метродотеля вдовствующей императрицы Марии Федоровны. По дороге дед, как всякий другой эмигрант, выучился всевозможным художеством и рукомеслом, но, видно, его истинным призванием было кулинарное искусство, ибо через несколько лет после своего прибытия в столицу мы уже застаем его при дворе Павла I в качестве царского метродотеля, а по кончине государя он продолжал занимать до конца жизни эту должность при вдовствующей императрице Марии Федоровне. В Петербурге же дедушка женился в самый год его прибытия на Фрейлин Гропе, происходившей от одной из тех многочисленных немецких семей, которые при всей скромности своего общественного положения образовывали как бы самый фундамент типичной петербургской культуры. Жена Леонтия Николаевича Бенуа Екатерина Андреевна Гропп была дочерью медника, приехавшего в Петербург из Ганновера и открывшего на Васильевском острове небольшую медную мастерскую. В качестве свадебного подарка Луи-Жюль поднес своей невесте собственный портрет, писанный волшебной кистью Ритта, а в ответ он получил от нее роскошную черепаховую с золотом табакерку с ее портретом, на котором она изображена в виде цветущей и очень миловидной девушки. Увы, ее красота и прелесть после того, как бабушка подарила своему супругу семнадцать человек детей, из которых одиннадцать остались в живых, исчезла к сорока годам бесследно. В действительности детей было восемнадцать, из них семь умерли в младенчестве. На портрете, писанном академиком Куртейлем около 1820 года, мы видим отяжелевшую Матрону с резко определившимися чертами лица. А еще через двадцать лет до геротип и живописный портрет академика Гаравского рисуют нам вдову метродотеля Екатерина Андреевна Бенуа старухой с одутловатым и скорбным лицом. На портрете, писанном тем же Куртейлем в пару бабушкину за год или за два до его кончины дедушка выглядит важным и довольно строгим господином. Записка, которую он держит в правой руке, служит как будто намеком на его поэтические упражнения. У нас в архиве хранилась толстая тетрадь, включавшая опыт его автобиографии, полные довольно пикантных подробностей, относившихся к французскому периоду жизни деда, тогда как в Петербурге под влиянием жены он остепенился и вел жизнь образцового семьянина. Тетрадь находится в настоящее время у Бенуа в Ленинграде. То же благотворное влияние бабушки позволило, вероятно, Луи Бенуа стать зажиточным человеком, обладателем двух каменных домов, из которых один усадебного типа, неподалеку от Смольного, он занимал с семьей целиком, а другой на Никольской улице он сдавал в наем. Один из этих домов был деревянным, он был куплен Бенуа в 1816 году и продан его вдовой в 1832 ныне не сохранился. Скончался дедушка от того повального недуга, который в 1822 году косил сотнями и тысячами жителей Петербурга. И скончался он благодаря собственной неосторожности. Прослышав, что все подступы к Смоленскому кладбищу завалены гробами, он полюбопытствовал взглянуть на столь удивительное зрелище и отправился туда верхом вместе с мужем старшей дочери Огюстом Робер. Прибыв на место, им захотелось взглянуть, действительно ли мертвецы, ставшие жертвами ужасной болезни, мгновенно после смерти чернеют, откуда и название черной оспы. Убедились ли они в этом или нет, я не знаю. Но через день или два у обоих и у тестя, и у зятя обнаружились признаки недуга, а еще через несколько дней оба они уже лежали рядышком в земле, но не на Смоленском кладбище, а на Волковом. Бенуа ставит эту легенду под сомнение. По его словам, в приведенной выше истории многое приукрашено. Доподлинно известно, что Огюст Робер умер на один год и двенадцать дней позже своего тестя, 20 января 1823 года. Вся семья дедушки изображена целиком на картине, писанной каким-то другом дома, по фамилии, если я не ошибаюсь, Оливье. Портрет находится в Государственном Русском Музее. Его дата около 1817 года. На нем изображены Леонтий Луи-Жюль Бенуа 1770 1822 Его жена Екатерина Андреевна, рожденная Гроппе 1777 1852 их дети Жанет 1798 1881 в замужестве Робер Михаил 1799 1861 Леонтий 1801 1883 Александрина 1883 1901 в замужестве Бранденбург Елизавета 1806 1876 в замужестве Петерсон Елена 1807 1866 в замужестве Келлер Николай 1813 1898 и Франсуа 1814 1858 Картина поступила в 1933 году из собрания Бенуа Это совершенно любительское произведение над которым в былое время принято было у нас потешаться из-за его слишком явных погрешностей в рисунке досталось по наследству мне Но как раз любительский характер этой картины в последующие годы когда начался культ всякого примитивизма в искусстве а строгие академические заветы стали постепенно забываться возбуждал восторги всех моих гостей Иные из них ничего другого на стенах не удостаивали внимания кроме именно этого портрета в манере таможенника Руссо Нельзя однако отрицать что в этой картине так же как и во многих подобных непосредственных и ребяческих произведениях была действительно масса характерности на этой группе фигурирует между прочим и мой отец пятилетний корень кабенуа он сидит улыбающийся и бравый позади братьев и сестер на комоде на голове у него казацкая шапка а в руке он держит знамя с двуглавым орлом видно в те дни он был таким же милитаристом каким я был в детстве но впоследствии ни в нем ни во мне ничего от этой воинственности не осталось укажу тут же что один из братьев отца Михаил изображенный справа на портрете готовился посвятить себя военной карьере и воспитывался в кадетском корпусе дойдя по службе дачина полковника он завершил свой жизненный путь воспитателем в пажеском корпусе типичный вояка Николаевской эпохи этот дядя Мишель представлен на акварели Горавского сидящим верхом на стуле с длинной трубкой в руке двое из сыновей этого Мишеля Бенуа были также военными один был тяжело ранен в голову во время русско-турецкой войны 1878 года и так от этого ранения и не поправился другой генерал Александр Михайлович Бенуа после революции в 1920 годах эмигрировал в Германию и жил на пособия от германского правительства в Вернегероде в Гарце занимаясь продажей открыток которые он сам оклеивал собранными им засушенными цветами в начале этой войны он был переведен в богадельню которая была разрушена бомбой при налете он уцелел но вскоре после этого скончался в ноябре 1943 года генерал Александр Михайлович Бенуа попал в плен в 1915 году после чего остался в Германии овдовев неожиданно бабушка оказалась в несколько затруднительном материальном положении и ей пришлось сократить весь образ жизни младшие ее дети были еще малютками и они требовали особенного ухода к счастью личное благоволение императрицы Марии Федоровны к бабушке выразилось в том что ей была сигнована значительная пенсия а воспитание нескольких детей взято на казенный счет в особо привилегированном положении оказался мой отец бывший крестником царицы ввиду того что он уже в детстве обнаруживал влечение к искусству его взяли из немецкого Петропавловского училища и определили на полный пансион в императорскую академию художеств что предопределило всю его дальнейшую судьбу прибавлю для характеристики самого дедушки и бабушки что по заключенному при их вступлении в брак договору все их мужское поколение принадлежало католической церкви все же женское лютеранству каковым было и вероисповедание самой бабушки эта религиозная разница нисколько не отразилась на сердечности отношений между братьями и сестрами и скорее именно ей следует приписать ту исключительную широту взглядов ту веротерпимость или точнее веру уважения которыми отличался мой дед да и вообще все члены семьи Бенуа глава пятая предки с материнской стороны мои предки с материнской стороны пожалуй более декоративны нежели предки с отцовской они принадлежали если не к венецианской знати то к зажиточной буржуазии Венеции в семнадцатом веке какой-то кавоз бывший если я не ошибаюсь каноником одной из главных церквей Венеции сделал щедрый дар библиотеки Сан-Марко а мой прапрадед Джованни кавоз состоял директором театра Фениче его звали очевидно Альберто Джованни сын его Катарино был необыкновенно одарен в музыке двенадцатилетним мальчиком он написал кантату в честь посетившего Венецию императора Леопольда Второго а четырнадцати он сочинил для театра в Падуе балет Сильфида концерты которые он давал в Сколе Сан-Марко что близ церкви Сан-Джованни в Пауло и в соборе Святого Марка пост органистов которым он получил по конкурсу привлекали толпы венецианских меломанов однако после падения республики Катарино как и многие его сородичи предпочел отправиться искать счастье в чужие края и после короткого пребывания в Германии он оказался в Петербурге где талант Катарино Кавоса был вполне оценен и где он вскоре поступил на службу в императорские театры Катарино Альбертович Кавос 1776 1840 появился в Петербурге в 1798 году приглашенный в итальянскую оперную труппу позднее он служил в качестве композитора и капельмейстера во французской и русской 1803 1840 труппах он сочинил около 30 опер в том числе на исторические и сказочные сюжеты Илья Богатырь Либретто Иван Андреевич Крылова 1807 Иван Сусанин Либретто Шаховского 1815 Жар Птица Либретто Языкова 1822 и другие а также балеты Водевиле Хары Песни Мой прадед состоявший директором музыки в Петербурге написал множество опер, балетов и симфонических сочинений часть которых сохранилась в архивах дирекции императорских театров Помимо работы в театрах Кавос руководил всеми музыкантами состоявшими на императорской службе Все оркестры были под его начальством и ежедневные наряды артистов виртуозов по театрам балам и маскарадам были самым хлопотливым занятием Кавосу часто доставалось слышать самые незаслуженные упреки и испытывать величайшие неблагодарности но он всегда продолжал действовать с неизменной добротой сердца и справедливостью писал биограф Кавоса Зотов Биография Капельмейстера Кавоса Санкт-Петербург 1840 год страница 9-10 В истории русской музыки Кавос заслуживает особенно почетного места как непосредственный предшественник Глинки Кавос был предшественником Глинки в разработке сюжета Ивана Сусанина Ни в каком другом отношении искусство Кавоса нельзя воспринимать как предшествующий творчеству Глинки этап в истории русской музыки Свидетельством его благородного бескорыстия является то, что ознакомившись с партитурой своего младшего собрата на тот самый сюжет на который он сам уже сочинил оперу Иван Сусанин прадед признал преимущество этой жизни за царя и по собственному почину снял с репертуара свое произведение дав таким образом дорогу своему молодому и опасному сопернику К сожалению, о характере музыки моего прадеда я могу судить лишь по его романсам исполненном нежной мелодичности и по тем куплетам торжественного характера которые были сочинены им во знаменовании вступления союзных войск в Париж в 1814 году по установившейся традиции этими куплетами завершался каждый ежегодный инвалидный концерт дававшийся всеми военными оркестрами в Мариинском театре должен сознаться что куплеты Кавоса слышанные мной несколько раз в юности не производили на меня большого впечатления и мне кажется что они едва ли поднимались выше обыкновенного уровня того времени на акварельном портрете Катарину Кавоса работы Осокина висевшем у папы непосредственно под акростихом Луи Жюля Бенуа представлен немолодой изысканно одетый господин волосы над высоким лбом взбиты коком щеки с бакенбардами подпираются высоким воротником рубашки широкий черный галстух туго забинтован жилетку форменного зеленого вицмундира с золотыми пуговицами перерезает длинная раздваивающаяся цепочка в жабу рубашки вставлена рубиновая запонка на шее красуется орден святого Владимира характерность лицу придает выдающийся сильно горбатый нос завещанный им многим из его потомков а вся осанка обладает известной важностью в то же время чувствуется что этот человек только старался казаться строгим и взыскательным что на самом деле под напускной личиной жил характер типичного венецианца очень добросовестного в исполнении своих обязанностей очень усердного в работе необычайно благожелательного а в отношении своих интересов скорее беспечного семейные предания и печатные источники рисуют его кроме того как человека независимых убеждений великого ненавистника низкопоклонства ябеды и судачества умер Катарина Кавоз сравнительно еще не старым 65 лет 28 апреля 1840 года деятельность двух сыновей Катарина протекала также на новой родине в России младший Джованни избрал своей профессией музыку и состоял одно время помощником отца в опере старший Альберто мой дед с материнской стороны окончил Падуанский университет по математическому факультету и занял затем на архитектурном поплище одно из самых выдающихся мест в России Альберт Кавоз 1801-1862 приобрел даже широкую известность как специалист по постройке театров а монументальный труд его по этому вопросу считался классическим Смерть похитила моего деда в тот самый момент когда проект составленный им для Большой Парижской оперы одобренный Наполеоном Третьим и министром Фульдом имел много шансов быть принятым едва ли гранд-опера дедушки была бы столь же эффективной как знаменитое произведение Шарле Гарнье но можно быть уверенным что его театр лучше отвечал бы требованиям удобства и акустики и что зрелище на сцене не было бы так раздавлено окружающим сцену тяжелым давящим великолепием Такое предположение навязывается само собой если сравнить зрительный зал Мариинского театра со зрительным залом Парижской оперы Вообще на свете едва ли существует более приветливое театральное помещение нежели этот необычайно просторный воздушный зал Мариинского театра построенный с таким расчетом чтобы с каждого места будь то последнее кресло в ложе или самое крайнее место в Парадизе открывалась вся сцена но и декоративная отделка зала Мариинского театра в своем роде совершенства правда тот стиль рукоко Луи Филиппа в котором выдержаны орнаменты его не пользуется сейчас признанием однако сама по себе вся система этой декорировки необычайно грациозна и лишена какой-либо навязчивости а комбинация голубых драпировок ложь и обивки барьеров и кресел с позолотой на общем фоне создают гармонию удивительной праздничности и в то же время уютности совершенно в другом роде был зрительный зал Большого театра снесенного в начале 90-х годов и его близкое подобие существующий до сих пор зал Большого театра в Москве оба также произведения моего деда в обоих преследовалась задача поражать богатством и роскошью и задача эта доведена даже до некоторого эксцесса именно в московской опере вероятно потому что полное возобновление театра было спешно закончено к специальному моменту коронационным торжествам 1856 года театр был возобновлен Кавосом после пожара 1853 в обоих театрах отделка красная с золотом причем золото покрывает почти сплошь всю архитектурную поверхность и эти два зала в смысле нарядности почитались образцовыми не говоря уже о том что их акустика отвечала самым строгим требованиям громадные заказы которыми был завален дед Кавос позволили ему достичь значительного благосостояния а оно дало ему возможность вести довольно пышный образ жизни и отдаваться коллекционерской страсти его дом в Венеции на канале Гранде был настоящим музеем дедом построен там же вместо глухой стенки служившей оградой узенькому садику выходившему на канал существующий поныне переход на мраборных колоннах чего-чего не скопилось в этом венецианском доме превосходные картины рисунки старинная мебель масса зеркал фарфора бронзы хрусталя все это однако было расставлено и развешано без того чтобы производило впечатление антикварного склада впоследствии многие из этих вещей были перевезены в Петербург а после смерти деда в 1864 году поделены между вдовой и другими наследниками больше всего досталось старшему сыну Альберту Сезару но немало картины других вещей из его собрания украшало в 80-х годах нашу квартиру а также квартиры бабушки Кавоз и дяди Кости и этого своего деда Кавоза я не имел счастья знать он умер за 6 лет до моего появления на свет но все же мне он был более близок нежели дедушка Бенуа моей матери было 34 года когда она его потеряла его вдова была непременным членом нашего семейного круга его лично помнили мои сестры и старшие братья да и среди наших знакомых многие любили о нем рассказывать меня же к покойному дедушке особенно влекла унаследованная от него коллекционерская страсть очень рано я стал чувствовать к нему рот признательности за то что именно благодаря этой его страсти о которой с меньшим восторгом отзывалась моя мать у нас было столько красивых вещей чудесная же Венеция в целом продолжала благодаря этим семейным сувенирам быть чем-то для меня родным и близким когда часами я разглядывал висевшую в кабинете папы длинную узкую раскрашенную панораму Венеции с неизбежной луной когда я мечтал о том как сам буду когда-нибудь плыть мимо этих дворцов когда я изучал в зале маленькие две картинки представлявшие виды дедовского палаццо то мне казалось что я все это уже знаю и что во мне оживают жизненные восприятия симпатии радости и художественное любопытство дедушки сам же он на меня глядел молодым человеком с холста писанного Наталия Скьевоне человеком средних лет с овальной литографией сороковых годов и уже стариком с фотографии висевшей в папином кабинете всюду дедушка на этих изображениях меня пленил своей элегантностью и своим барством мне было почему-то лестно что я его внук что во мне течет его кровь я знал также что и весь образ его жизни пришелся бы мне по вкусу дом его был поставлен на широкую ногу а постоянное сношение с родиной должно было придавать этому дому тот орел заграничности который как-то сливался у меня с представлением об аристократичности этот же тон поддерживали и оба сына родные братья моей матери напротив я чуть сетовал на моих родителей что они этого тона не придерживались что они даже создали себе идеалы и принципы какого-то благоразумного буржуазного умеренного образа жизни и что весь порядок в нашем доме носил скорее простоватый оттенок глава шестая бабушка ковоз вдова дедушки ковоз и после его смерти продолжала занимать видное положение в нашем семейном кругу ей же было уделено самое почетное место в домашних торжествах все ее обожали и не только линия ковоз но и линия бенуа между тем она не была родной бабушкой в прямом смысле бабушка ковоз была второй женой дедушки о нашей настоящей бабушке со стороны матери у нас было самое смутное представление хотя два ее портрета один акварельный другой рисованный карандашом висели в папином кабинете бедная эта забытая бабушка мать моей матери скончалась от чахотки еще в начале тридцатых годов она была тоже венецианкой и девичья ее фамилия была коробио женился дед на ней в двадцатых годах матери моей было всего три года когда она скончалась кроме мамы детьми этой прелестной и хрупкой женщины были дядя Сезар дядя Костя и бедные коллега дядя Стефано о котором речь впереди судя по упомянутому портрету старшая дочь моя вышла совершенной копией своей прабабки несколько лучше сохранилась у нас в семье память о прабабке о супруге моего прадеда кого сакомпозитора даже на портрете отличный карандашный рисунок в стиле камучини видно что это была дама хоть и любезная но и несколько строгая и умевшая соблюдать свое достоинство тут кстати будет сказать что вообще женщины в обеих семьях как Бенуа так и Ковоз обладали большей жизненной толковостью нежели мужская половина их Ксения Ивановна Ковоз была живописнейшей фигурой в молодости она была описанной красавицей и роман между ней и дедом возник совсем так как писали в книжках эпохи Сю и Мюрже проходя как-то по одной из линий Васильевского острова Альберт Ковоз увидел в окне нижнего этажа очаровательную блондинку занимающуюся шитьем недолго думая дед вошел в эту белошвейную мастерскую и заказал хозяйке дюжину сорочек дав довольно крупный задаток явившись за ними через неделю он уже вступил в беседу с очаровательной блондинкой после чего произошло более близкое знакомство с ее уважаемой матушкой а уже через месяц он сделал Ксении Ивановне предложение после свадьбы молодые тотчас же уехали за границу и несомненно именно то обстоятельство что масса совершенно новых впечатлений сразу нахлынуло на юную ей было лет 17 Ксению Ивановну что эти впечатления сочетались с самыми счастливыми моментами ее жизни с истинным медовым месяцем проведенном в обществе молодого красивого и блестящего человека это обстоятельство это стечение обстоятельств произвело то что Италия получила для этой простой русской девушки значение какой-то обетованной земли и чуть что не рая земного Этому культу Италии и всего итальянского мадам Кавос осталась затем верной на всю жизнь ни малейшей критики Италии она в своем присутствии не допускала все там было безоговорочно прекрасно и местности и здания и картины и статуи и люди и нравы и разумеется музыка прекрасный Рим Неаполь Флоренция но все же прекраснее всего была Венеция родина мужа где она оказалась хозяйкой очаровательного дома насупротив божественной Салуте барочная церковь Санта Мария Делла Салуте построенная в 1631 в 1882 годах архитектором Балдасаре Лонгена 1598 1682 Хотя дом был меблирован старинной мебелью и увешан старинными картинами однако все казалось таким чистеньким светлым ярким так весело играло на потолках отражение зыби каналов а в открытые окна среди заколдованного венецианского безмолвия так весело врывались крики гондольеров Кроме того Ксении Ивановне был оказан радушнейший прием чисто итальянский прием со стороны кавостских родных и знакомых и в частности со стороны тонко образованной ее невестки Стефани Коронини которая ее сразу взяла под свое покровительство и занялась ее светским воспитанием К сожалению венецианская идиллия не могла продолжаться до бесконечности В Петербурге деда ждала постройка и между прочим надлежало строить здание императорского цирка то самое здание которое было затем перестроено им же в Мариинский театр и вот молодые после нескольких месяцев отсутствия снова оказались в Петербурге на сей раз в казенной квартире предоставленной деду в одном из флигелей пажеского корпуса Ксения Ивановна не выпала на долю не только воспитания своих собственных детей но и трех уже взрослых мальчиков и одной девушки последняя впрочем воспитывалась вне дома в Смольном институте для благородных девиц и вот постепенно благодаря врожденному такту молодая женщина завоевывает искреннюю любовь всех этих детей да и сама принимается их любить как своих можно даже сказать что в некотором смысле она этих чужих детей предпочитала тем которых сама родила двух мальчиков и одну девочку возможно что в последних ее раздражало как раз их слишком определенное от нее унаследованное русское начало те чистокровные венецианцы вышли такими же тонкими людьми каким был ее муж и какими ей рисовались чуть ли не все итальянцы тогда как в ее мальчиках даром что старший сын Миша сразу стал выказывать блестящие способности ее тревожила какая-то склонность к грубоватой прямолинейности зато единственная дочь Софи не уступала по красоте матери и бабушка в ней души не чаяла надо впрочем сказать что сама бабушка Кавос так и не преуспела вполне в смысле усвоения светского тона и светских манер свое происхождение она выдавала как некоторыми оборотами речи так подчас и слишком резкими жестами в которых она пожалуй старалась походить на своих любезных итальянцев чуть грешила она и порывами невоздержанной веселости или слишком ясно выраженными вспышками гнева но выручали ее величественность осанки ее умение одеваться причесываться ее природная ласковость и гармония ее походки совершенной королевой она выглядела на большом поколенном портрете сороковых годов скьевоны и не менее величественной нарисованном портрете беллони дед мог вполне гордиться своей находкой а о том что он совершил своего рода мезальянс все со временем забыли когда подросла и стала выезжать моя мать то бабушка хотя и казалось почти одних лет с ней с большим тактом исподобающей сердечностью играла роль опекающей а у себя дома она умела и принять и угостить и занять тут пришелся кстати ее столь быстро усвоенный итальянизм это создало ей в те дни бешеного увлечения итальянской музыкой и итальянской оперы особый ореол она перестала быть петербуржанкой а превратилась в какое-то своеобразное подобие чужестранки а ведь еще со времен Петра за иностранцами сохранялось в столице до некоторой степени привилегированное положение увы супружеское счастье Ксении Ивановны не было прочным постепенно Альберт Катаринович страдавший вообще непостоянством охладел к своей красавице жене стал ухаживать за другими и наконец попался в лапы одной заправской интриганки измена мужа омрачила существование Ксении Ивановны а после его смерти возникли и заботы материального порядка оба своих петербургских доходных дома дед завещал своей новой пассии и вероятно передал ей кроме того значительную сумму денег после раздела остального наследства пришлось сократить образ жизни Ксении Ивановны а дочь ее тетя Соня только что вышедшая замуж за Митрофан Ивановича Зарудного оказалась почти беспреданницей к довершению горя эта очаровательная молодая женщина умерла в родах первого же ребенка и бабушке пришлось взять на себя воспитание внука однако когда я мальчиком лет четырех начал осознавать бабушку то и следов всех этих потрясений не оставалось за несколько лет бабушка при помощи сыновей успела привести в некоторый порядок свои дела забыть о горестих и обидах а к памяти мужа она выработала в себе настоящий пиетет в ее квартире менее обширной нежели прежняя но все-таки нарядной висели его портреты в перемешку с ее собственными в гостиной на особом постаменте красовалась северская ваза присланная наполеоном третьим при собственноручном письме императора к деду а целую стену спальни занимали картинки представлявшие внутренность Ковозского дома в Венеции кроме того в столовой в гостиной и даже в коридоре были развешаны акварели и сепии зичи садовникова шарлеманя изображавшие фасады и внутренности построенных дедом театров а также ту грандиозную иллюминацию которой в дни коронации Александра второго было ознаменовано открытие большого театра в Москве я вероятно не раз бывал у бабушки Ковоз в детстве но воспоминаний об этом у меня не сохранилось зато незабываемым остается тот день ранней осени 1884 года когда у бабушки был устроен парадный обед в честь моего брата Миши только что женившегося на своей кузине Ольге Ковоз дочери дяди Кости весь обед состоял из венецианских национальных блюд а в качестве пьез де резистанс сейчас после менестроне была подана тембаль де макарони специально заказанная у знаменитого пивато на большой морской пьез де резистанс основное блюдо менестроне густой овощной суп из фасоли артишоков шпината зеленого горошка с макаронами тимбалло де макарони запеканка из макарон однако не все это угощение и не несколько бокалов шампанского наполнили мою душу тогда каким-то особенным восторгом а то наслаждение которое я испытывал благодаря чувству зрения много всяких венецианских сувениров было и у нас и у наших дядьев но здесь сувениры составляли одно целое удивительную единственную в своем роде гармонию восхитительно сверкали свечи в хрустальных люстрах отражаясь в зеркалах вставленных в изощренные золоченые рамы с живописью на них Доменико Тьеппело толпой стояли на комодах и по этажеркам изящные фарфоровые фигурки самая сервировка была особенная даже стекло стаканов и графинов даже вышивки на скатертях и на салфетках были не такие какие я встречал в других домах вероятно бабушка к столь торжественному случаю вытащила со дна сундуков самое ценное и заветное а может быть она и призаняла кое у кого из своих итальянских знакомых только прислуга была совсем не похожа на венецианскую то был типичный русский лакей с длинными бакенбардами который состоял на службе у одних наших родственников но которого всегда брали на прокат все кто нуждались в его глубоких познаниях обеденного этикета и то была тоже архирусская старушка горничная иногда же из далекой кухни появлялась сама Лидия русская кухарка выучившаяся наизамысловатейшим итальянским блюдом и появлялась она затем чтобы по традиции выслушивать комплименты по поводу всякого нового созданного ею шедевра бабушка к этому обеду особенно принарядилась впрочем принарядилась она во все то что неизменно облекало ее на подобных же торжествах следов прежней красоты не оставалось в этой шестидесятипятилетней несколько расползшейся женщине но царственного величия смешанного с ласковой веселостью у нее было еще сколько угодно она очень волновалась и вследствие того лицо ее пылало румянцем но это ей скорее шло и отлично вязалось с седыми волосами и с тем из венецианских кружев построенным чипцом что венчало ее голову на плечах же и поверх темно-фиолетового канаусного платья у нее была знаменитая белая мантилья отороченная горностаем мех порядком пооблез а бархат начинал обнаруживать следы долголетнего служения но это была все еще очень нарядная и очень пышная вещь говорившая о славе и о великолепии былых времен рядом со своим прибором по стародавнему обычаю лежал веер и когда изредка бабушка им обмахивалась то до полной иллюзии создавалась картина прошлого и вовсе не прошлого бабушки а более далекого какой-то венеции гольдони или гоци как раз я тогда только начал определенно и не совсем уж по-мальчишески вкушать прелесть стародавних времен и вероятно именно потому меня все это так поразило и так запомнилось к сожалению в той квартире которая так меня поразила в 1884 году бабушке недолго оставалось жить ей пришлось выселиться из-за какой-то перестройки всего дома то был дом церкви святой Анны на Кирочной а та квартира которую ей нашел дядя Миша в поварском переулке далеко не была такой же привлекательной и нарядной неприятное впечатление производило уже то что парадная лестница светлая и пологая внизу становилась все круче и темнее приближаясь к квартире кавоз занимавшей весь верхний этаж да и потолки в комнатах были не такие высокие и расположение комнат которые перерезал длинный и темный коридор было довольно нелепым многое из обстановки перед отъездом пришлось распродать а многое было продано в последующие годы в удовлетворение все той же страсти бабушки к Италии и ее потребности изредка посещать свой парадис ушли таким образом наиболее ценные вещи бронзы Джованни Деболонья изумительная резная шкатулка шестнадцатого века расписные инкрустированные шкафики какие-то замечательные ширмы и многое другое в те времена ежегодно в Петербурге появлялись и останавливались в европейской гостинице агенты больших антикварных фирм о чем сообщалось в газетах и вот им бабушка и предпочитала продавать свои редкости так как таким образом легче удавалось оставлять сделку в тайне на вырученные деньги бабушка не затрагивая скромного капитала ехала затем в Венецию где и проводила в необходимой для ее души атмосфере два или три месяца было время когда эти поездки бабушки я оценил чисто эгоистически она привозила оттуда мне младшему из ее внуков то труппу преуморительных фантошек то целый театрик но позже я уже негодовал когда узнавалось что безвозвратно ушла та или другая из бабушкиных художественных драгоценностей негодовали и другие члены семьи предлагая вперед самим покупать то что она обрекала на продажу бабушка все же предпочитала свой способ по крайней мере не влекший за собой лишних разговоров в последние годы своей жизни бабушка очень изменилась что-то не ладилось с ногами и она утратила свою прелестную легкость поступи ей приходилось опираться на костыль однако лицо хоть и превратилось в старушечье оставалось в своем роде привлекательным и необычайно благородным теперь она еще более напоминала осанку и ласковую величественность Екатерины Второй какими мы себе представляем их по портретам государыни и тем более контрастными сделались всякие причуды и чудачества бабушки с годами только усилившиеся ее бесцеремонный резкий тон бывший когда-то столь чарующим теперь приобрел почти карикатурную по своей резкости форму несовершенно отвыкла Ксения Ивановна и сдерживать свои порывы гневы выражавшиеся подчас совершенно недопустимым образом другие чудачества бабушки носили невинный характер к ним относилось и то что она поминутно и по всякому поводу восклицала святой Антоний Подуанский это восклицание она затем русифицировала и превратила в совершенно фамильярное святой Антон и даже просто Антошка за это маленькие правнуки ее дети Жени Ковоса прозвали ее бабушкой Антошкой и под этим прозвищем она стала известна и в более широких кругах Милая бабушка Антошка Я чувствую здесь потребность высказать ей несколько слов специальной и личной благодарности Ксения Ивановна может быть памятая как ей трудно было преодолеть в начале разные противодействия и недоброжелательства в том обществе в которое она вступила относилась вообще снисходительно а то и просто покровительственно к разным возникавшим в нашей семье романом необычайно милостиво относилась она и к моему роману жизни и это в такие времена когда обе наши семьи были оскорблены нашим поведением не менее нежели родные Ромео и Джульетты подумайте только Шура стал ухаживать за Ати Кинт за сестрой той самой Марии Карловны с которой только что разошелся его брат Альберт или Атя собирается замуж за Шуру Бенуа напротив бабушка Кавос питавшая несомненную симпатию к моей возлюбленной только повторяла пусть делают что хотят и вы увидите что они найдут друг в друге счастье впрочем бабушка и вообще отличалась большой сердечной мудростью и прозорливостью в свойственной ей шуточной форме смешивая русские французские и итальянские выражения она иногда делала очень меткие характеристики или освещала какое-либо создавшееся положение с надлежащей стороны естественно что ее привлекали к себе люди с родственной душой ей моя Атя именно тем и нравилось что больше чем в других она в ней находила прямодушие природную веселость и решительное отсутствие ломания или позы особенной же симпатией пользовалась у бабушки кого с ее внучка моя сестра Камилла у которой на Кушалевке она временами подолгу гостила здесь ее любимым местопребыванием была большая покрытая тентом терраса перед домом с видом на поросший водяными лилиями пруд сидя часами на самом краю этого балкона там где тент не препятствовал солнцу ни греть ни светить зябкая бабушка даже летом куталась в свою мантильку положив больную ногу на табурет она оттуда следила за возней и за играми детей Камиллы в саду не вспоминала ли она при этом то время когда ее родные дети и среди них очаровательная Сонечка также играли и возились в узком садике венецианской казаковоз увы ни одну Сонечку но и всех трех своих детей бабушка пережила и не оставаяся при ней сын Сони Сережа Зарудный постепенно превратившийся из крошки сироты в правоведа а из правоведа в господина прокурора то с ней некому было бы жить некому было бы и завещать то милое памятно родное чем и после всех переездов и после всех продаж битком была набита ее квартира скончалась бабушка среди всех этих сувениров глубокой старухой но ни мне ни Ате не удалось проводить ее до последнего ее жилища мы в это время жили в Риме 1903 год глава 7 мои родители моего отца я не помню иным нежели довольно пожилым человеком с седыми волосами и бакенбардами с начинающейся лысиной и в очках папе было около 57 лет когда я родился самые же ранние мои воспоминания о нем относятся к тому моменту когда он вступил в седьмой десяток немолодой казалось и мама хотя она была на 15 лет моложе своего мужа вероятно она состарилась преждевременно от многочисленных родов да она и вообще была довольно хрупкого сложения я ее помню сильно сутуловатый с известной склонностью к полноте с легкими морщинами на лбу но не такой она выглядит на портрете Капкова начала 50-х годов висевшем у нас в гостиной там она представлена такой какой ее взял папочка совершенно еще юной тоненькой прямой я даже не совсем верил когда мне говорили что это мама и удостоверялся я в том что это та же обожаемая мамочка с которой я никогда не расставался по чисто внешнему признаку по знакомой лорнетке которую она на портрете держит в своих бледных прозрачных руках знакомо мне было и несколько грустное выражение лица этой дамы выражение отлично подмеченное художником ведь в основе характера мамочки лежала какая-то грусть она как-то не доверяла жизни ей казалось что на нее и на близких отовсюду и везде надвигаются какие-то напасти моментами это недоверие принимало болезненный оттенок например при любой поездке в экипаже и особенно в санях тогда взгляд ее становился растерянным страдальческим и она хваталась за все руками непрерывно она была озабочена и нашим благосостоянием тревога из-за недостаточной обеспеченности ее мужа и ее детей тем более ее терзала что мама в противоположность мужу не была религиозной впрочем она исповедовала какую-то свою религию несколько материалистического оттенка возможно что в глубине души она и вовсе не верила во что-либо сверхъестественная и менее всего загробную жизнь но об этом она предпочитала молчать и подлинные но тайные убеждения ее лишь изредка невзначай прорывались наружу не сказывалось ли в характере мамы ее венецианское происхождение она не была отпрыском той Венеции которая героически воевала за господство на морях строила церкви дворцы сказочной красоты а была отпрыском той Венеции которая доживала свой век во всем разочарованное ослабленное изверившееся напротив в отце жила незнавшая уныния бодрость и непоколебимое упование на господа я его помню всегда веселым жизнерадостным вовсе не озабоченным тем что будет дальше обережливости у него было самое сбивчивое представление тогда как бюджетом нашего дома заведовала хрупкая мамочка пользуясь советами своих двух братьев она даже пробовала временами не без удачи производить кое-какие финансовые операции мало что в них понимая по существу папочки же всякая возня с деньгами с банками была абсолютно чуждой и увы эту черту я от него унаследовал папа только думал о своем искусстве о своей семье о том как бы доставить всевозможную приятность своим детям а главное как бы ему нагляднее выразить свое обожание их матери завтрашний же день для него просто не существовал и это его отношение к жизни коренилось в глубокой религиозности по воскресеньям во всякую погоду он отправлялся в церковь и отстаивал всю мессу на коленях внимательно следя по молитвеннику за ходом богослужения раз в году на пасху а иногда и чаще он исповедовался и причащался а его духовник уютный тихий старичок доминиканец патер лукашевич был другом дома постоянным участником наших домашних событий и торжеств в отце при этом не было и тени какого-либо ханжества или однобокого фанатизма веря безоговорочно во все то чему учит католическая церковь он в то же время крестился на все православные храмы а когда ему случалось присутствовать при каком-либо богослужении в них то он и подтягивал в полголоса певчим так как с академических времен знал все русские обрядовые слова и напевы с великим почтением он относился также к лютеранским и реформатским священнослужителям а также к представителям еврейства широкая веротерпимость или даже известная форма пантеизма выразилась однажды у папы в том ответе которым он меня поразил когда я лет десяти как-то обратился к нему с вопросом существовали ли в действительности Юпитер Аполлон Венера и Минерва я переживал тогда большое увлечение богами Греции и Рима и не уставал разглядывать их изображения в книгах или их изваяния во время прогулок по Петергофу и по Летнему саду в связи с этим увлечением меня мучила мысль что эти дивные существа никогда на самом деле не жили а являются лишь человеческим вымыслом и вот когда я это сообщил папе то он не только не высказал решительного отрицания существования этих языческих богов но допустил мысль что они когда-то были и жили чем он меня осчастливил бесконечно так как компетенция его в таких вопросах была для меня неоспоримой что же касается до моего отношения вообще к отцу то для периода раннего детства я не могу иначе его характеризовать как словом обожание мама составляла в те годы лет до шести столь неразрывное со мной целое что я даже как-то не ощущал ее в отдельности и поэтому я даже не мог и обожать ее ведь обожание означает некое объективное отношение напротив при всей моей близости к папе личность его представлялась мне отдельной я его видел я к нему обращался я что-то от него ждал и получал и у меня сохранился от тех далеких дней детства целый ряд воспоминаний о нем тогда как о маме для тех же лет у меня их до крайности мало папочку я вижу как он меня носит в ночную бессонницу по всей квартире стараясь меня успокоить когда я весь дрожу после напугавшего меня кошмара или вот посадив меня на колени он любуется как я схватив карандаш быстро покрываю лист за листом своими каракулями или еще он меня уже раздетого для спанья в одной рубашонке а то и просто нагишом показывает как петрушку над ольковной перегородкой ахующим от умиления тетушкам а вот и такие ранние воспоминания я на коленях у папы и испытываю предельное блаженство глядя как из-под его карандаша появляются на бумаге солдаты барабанщик у часовой будки лающие собаки и спящие кошки рыцарь весь закованный в броню санки запряженные рысаком или какие-либо шутки карикатуры смеясь при виде их до слез я оттычусь головой в его халат а он меня тискает щекочет и с упоением целует приговаривая папин сын каждый раз при этих воспоминаниях я отчетливо вижу свое божество таким каким я его видел в те дни я вижу его добрую улыбку его милые серо-зеленые глаза прикрытые поблескивающими очками я ощущаю и запах его пропитанного сигарами халата я различаю жилки на его стареющих руках я слышу его голос его шутки и прибаутки или те прозвища которые он давал всем нам на каком-то вымышленном языке целая серия этих слов была посвящена именно мне последнему а вот папочка сел за рояль в гостиной и играет по слуху полковой марш а я же под него марширую с ружьем в руках и с каской на голове стараясь производить повороты совсем по-военному вижу папу и за работой в те дни когда мне было строго запрещено мешать ему дымя сигарой он что-то рисует на одном из высоких столов в чертежной и группа помощников обступает его внимательно следя за тем что он им не переставая рисовать объясняет или вот в своем кабинете он сидит на стуле с вычурной спинкой и с кожаным сидением и что-то пишет пишет при свете той особой масляной лампы которую он сберег с древних времен своей юности у нас было два таких подлинных чипенделя но они были не красного дерева а искусно резаны в дубе не могу не рассказать здесь же а то где же еще найдется для этого места об этих только что упомянутых постоянных помощниках папы которые в то время были своими людьми в нашем доме и к которым я очень благоволил так как и они всячески баловали меня особенно ласков был Карл Карлович Миллер уже пожилой немец с темно-малиновым лицом но его ласк я побаивался из-за его плохо выбритой ужасно колючей бороды контрастом ему являлся Антонин Сергеевич Лыткин молодой высокий довольно красивый господин с длинной холиной бородой Лыткин сохранял постоянно достойную серьезность под которой впрочем было больше стеснительности нежели спеси третьим помощником был Саша Панчетто которого скорее следует зачислить в категорию домочадцев он был пасынком доктора деда Кавоса сеньора Киокетти и хотя сам доктор давно отошел к прадцам однако вдова его и ее сын продолжали быть чем-то вроде членов нашей семьи без них не обходилось ни одно сборище а кроме того Панчетто избравший архитектурное поприще и пожелавший состоять у папы в помощниках мог являться к нам чуть ли не ежедневно Панчетто числился помощником но в сущности его помощь сводилась к нулю он и его печальная мамаша обладали достаточным состоянием чтобы вести незатейливый но и безбедный образ жизни и этим они удовлетворялись вполне отсюда непробудная лень Александра Павлович Панчетто проболтается с четверть часа в чертежной а затем норовит проникнуть в другие комнаты и подсесть к маме или к сестрам занимая их разными разговорами темами служили погода извозчики дворники дурные мостовые взятки полиции и так далее при этом Саша Панчетто имел замашки настоящего элеганта и всклокоченная но расчесанная борода в которую он то и дело просовывал пальцы с предлинными холенными ногтями и криво свисавшие на лоб прядь волос должны были свидетельствовать о принадлежности Панчетто к людям лучшего общества в смысле общества однако он довольствовался нашим домом и еще двумя тремя такими же художественными отнюдь не светскими домами надо прибавить что беспредельное благодушие этого никому не нужного и совершенно бездарного но все же в своем роде милого человека обеспечивало ему всюду если не радостный то все же радушный прием всюду он был на положении какого-то далекого родственника ребенком я его очень любил хотя меня смущали его длинные ногти и то что Саша Панчетто сильно косил что придавало ему всегда растерянный и недоумевающий вид был у папы в моем детстве еще и четвертый помощник по фамилии Мария Плавцев это был исключительно даровитый человек превосходный рисовальщик и акварелист но к сожалению он был сумасшедшим временами он произносил самые несуразные речи среди разговора или работы начинал как бы к чему-то прислушиваться вдруг хватался за шапку мчался на улицу а через минуту крадучись возвращался и снова садился за работу как ни в чем не бывало естественно что о нем у нас было много разговоров я на него взирал с некоторой опаской и с большим любопытством папа пробовал бедного Мария Плавцева образумить отечески журил его но в общем он был им доволен и нередко поручал ему особенно трудные задачи с которыми тот великолепно справлялся и вдруг приходит известие что Мария Плавцев Мэрши Виммер так стояла на оборотной стороне его визитной карточки зарезался бритвой в первый раз самоубийцу удалось спасти но во второй раз он повторил свой жест с такой энергией что почти отсек себе голову произошло это событие когда мне было не более пяти лет но я запомнил тот ужас с которым я представлял себе столь хорошо мне знакомого человека лежащим в луже крови с отделившейся головой итак когда я хочу вызвать в себе представление о своем отце в те ранние годы моего существования то я вижу его в качестве мне очень близкого но все же отдельно от меня стоящего божества напротив я повторяю почти не вижу в те годы мамы она так тесно так нежно окутывала меня своей заботой и лаской что я и не мог ее видеть явившись на свет вскоре после кончины моей маленькой сестры Луизы о которой мои родители не переставали скорбеть я естественно сделался предметом особенного их попечения и тем что немецкие бонны называли любимчиком не встречая со стороны матери никакого сопротивления моему деспотизму я естественно злоупотреблял и мучил ее но мог ли я это сознавать мог ли я в этом раскаиваться к тому же мама никогда не жаловалась и брала меня под защиту даже тогда когда я уже этого никак не заслуживал дальнейшие взаимоотношения наши между мной и родителями стали меняться по мере того что я рос и из младенца с личностью весьма смутной превращался в мальчика с независимым и довольно-таки капризным характером связь моя с отцом стала ослабевать а когда я из мальчика превратился в отрока то временами эта связь и вовсе нарушалась до настоящего разрыва слава богу так и не дошло но несомненно что папа и я мы перестали понимать друг друга и это тем более объяснимо что между отцом и сыном разница в годах была у нас ненормальная а в целые полвека теперь впрочем мне думается что именно благодаря столь большой разнице мы пожалуй и не были так уж далеки ведь идеалы юности отца стали и идеалами моей юности лишь с несколько иным оттенком я как и папа был насквозь пропитан романтикой тогда как позитивистские идеи которые владели умами в 70-х годах были мне чужды и даже омерзительны лишь на очень недолго длившийся момент подпав под влияние более передовых людей я простившись с предрассудками приобрел 14 лет и какие-то замашки циника и вот как раз этот короткий момент и оказал разлагающее действие на мои отношения с папой ему 70-летнему человеку не хватило тогда внимания чтобы разобраться в том что во мне происходит и насколько мое мальчишеское вольнодумство неглубоко и несерьезно его это слишком огорчало и возмущало я же в силу нелепости присущей неблагодарному возрасту принялся тогда чуть ли не презирать отца за его отсталость несколько резких стычек с папой происшедших в этот период обострили эти недразумения и во мне укоренилось убеждение что мы натуры совершенно друг другу чуждые не способные ко взаимному пониманию и разумеется при этом я мнил себя несравненно более совершенной и изощренной натурой нежели мой уже слишком простоватый и слишком старосветский родитель к чему-то совершенно иному привел процесс моего отделения от матери с момента этого отделения я только и начал вполне ее оценивать только тогда я стал ощущать и ту глубинную связь которая продолжала неразрывно меня с ней соединять постепенно из какой-то части меня самого она стала превращаться в моего друга первоначальный унисон заменился гармонией и эта метаморфоза чувств происходила с постепенностью и внешней незаметностью органического процесса подходя к десяти годам я стал сознавать что я обожаю свою мать что она мне дороже всего на свете и она меня понимает лучше чем кто-либо это не значит чтобы между мной и ею не случалось споров или чтобы я частенько не огорчал ее или на нее не обижался я был слишком своеволен и причудлив чтобы вообще между мной и кем бы то ни было могли существовать отношения ровные мирные надо сознаться что свою тогдашнюю репутацию невозможного и несносного мальчика я вполне заслуживал но как раз мамочка всему этому моему своеволию оказывала полное доверие оно ее не пугало и даже когда она меня бронила и упрекала я явственно различал подсердитыми столь ей несвойственными тонами не только ее безграничную нежность но именно и это ко мне доверие она не сомневалась что все со временем обойдется и может быть именно благодаря ее доверию оно и обошлось сколько раз в тех случаях когда я переходил граница допустимых шалостей а то и безобразий мысль о том что это может огорчить мою обожаемую производила во мне какой-то взрыв совести и повергала меня в раскаяние надо тут же прибавить что мамочка очень любила читать всякие педагогические книжки вроде руководства для матерей семейства но не эти добронравные сочинения сделали мамочку педагогом совершенно исключительной чуткости но был это у нее природный дар читала же она эти книжки только для того чтобы собственные свои соображения проверить и как бы увидеть со стороны исключительная чуткость мамочки подсказала ей и ее поведение в том раздоре которым омрачались мои отношения с отцом не будь ее этот раздор мог бы действительно выродиться в уродливые и опасные формы однако мамочка активно не вмешивалась в наше недоразумение а лишь после таких стычек у нее бывали объяснения со мной и с мужем и странно не столько эти увещания меня сколько ее урезонивание папы производили на мое сердце целительное действие при этом она отнюдь не заступалась за меня она только объясняла меня мужу фраза нужно его понять особенно часто слышалось в этих увещаниях происходивших впрочем не в моем присутствии а где-либо в комнате рядом главным же образом она старалась и своего Никола заразить доверием ко мне в папочке было немало упрямства и оно мешало ему отказываться от занятой позиции однако по тону его ответов чувствовалось что гнев его смягчается и если между мной и им после такого объяснения и не происходило ритуальных изъявлений мира это у нас в доме вообще не водилось то на самом деле мир бывал заключен и все возвращалось на время в свою колею я только что упомянул о тех педагогических книжках которые мама любила или даже считала своим долгом читать но она и вообще любила читать и ее чтение вовсе не ограничивалось такой скучноватой материи как педагогика напротив она любила и романы и исторические книги и мемуары и путешествия во всем же она главным образом искала и любила правду и самому блестящему вымыслу она предпочитала то что носила отпечаток реальности только правда хороша неточная цитата из буало свойственное ей от природы правдолюбие было настолько даже сильно что это лишало ее удовольствия получаемого от всего того в чем особенно высказывается сущность художественного творчества фантазии из них двух несомненно папа был природным художником и поэтом мама же прозаиком и натурой плохо реагирующей на то что является самым существом искусства в картинах она любила точность выписанность близость к натуре в литературе верное воспроизведение действительности характерно еще что эта дочь коллекционера чувствовала ко всяким видам художественного собирательства настоящее отвращение быть может то обстоятельство что все собранное ее отцом пошло за тем прахом развеялась и распалась не принеся никакой реальной пользы сыграла при этом свою роль картина на стенах особенно же скульптурные безделушки она называла уловителями пыли и вовсе не дорожила ими были случаи когда она и очень ценные вещи раздаривала больше из желания просто от них ненужных и лишних избавиться из истории искусства она знала то что всякому воспитанному человеку надлежит знать имена знаменитых мастеров были ей знакомы но она не была способна любоваться произведениями их а картина таких художников как Рембрандт или Делакруа она должна была просто ненавидеть за то только что они так неряшливо написаны да и к музыке у этой правнучки исключительно даровитого композитора не было настоящего художественного отношения у нее был несколько слабый слух она знала всего одну пьеску наизусть ту самую которую она когда-то выучила для выпускного экзамена в Смольном институте а когда она разбирала по нотам ей с трудом давался счет и особенно ритм в опере в которой она бывала почти каждую неделю она больше дивилась фиоритуром и колоратуром нежели настоящим музыкальным достоинством наконец в игре на рояле она оценила только беглость пальцев и не входила в обсуждение того как вообще следует понять то или другое произведение при всей мамочкиной природной прозаичности все же никак нельзя сказать чтобы в целом ее облик был лишен поэтичности и еще менее она страдала какой-то сухостью души напротив она была настоящей музой своего отца и всего нашего дома одна ее манера думать и излагать свои мысли ее чуткая правдивость ее глубокое понимание других понять простить была одной из ее постоянных поговорок ее терпимость ее беспредельная доброта заставлявшая ее всегда и во всем жертвовать собой и совершенно отрешаться от каких бы то ни было личных утех все это вместе производило то что она как-то вся светилась изнутри она представляла собой удивительно цельную и на редкость выдержанную человеческую личность иногда мне казалось что ее печалит ее собственная неспособность разделять художественные эмоции окружающих тогда как излияние художественных чувств были в нашем доме чем-то обыденным мне становилось жаль ее когда она признавалась что ничего не видит там где я видел чуть ли не отверстые небеса однако быть может именно то что она была бездарна на художественные переживания способствовало тому что она была такой чудесной женщиной будь в ней больше какого-либо эстетического начала я убежден это нарушило бы ее моральный облик в ней маловерующий не понимавший фантазии поэзии религии и церкви все же светилась несомненная благодать божия бездарная на искусство она была одарена гениальностью сердца здесь в моих мемуарах не место распространяться о художественной карьере моего отца она достойна целой отдельной книги и таковую затевал мой брат Леонтий успевший даже изготовить клише для таблицы иллюстраций к этой монографии лишь революция помешала исполнить его намерения сопряженные с большими расходами но в нескольких словах мне все же нужно рассказать кем был мой отец как художник и каково было его общественное положение мне эту задачу облегчает то что хотя я и застал отца уже на склоне лет мне все же казалось благодаря его рассказам и его бесчисленным рисункам точно я его знал и в те времена когда он маленьким мальчиком посещал Петершуле и тогда когда благодаря повелению его крестной матери императрицы Марии Федоровны он был зачислен учеником академии художеств где он и прошел курс архитектуры блестяще окончив его с большой золотой медалью благодаря рассказам папы дальнейшие происшествия его жизни приобретали еще большую отчетливость и яркость четыре года по окончании академии он проводит в Москве участвуя под руководством знаменитого Константина Тона в постройке грандиозного храма спасителя а в 1840 году он отправляется в заграничное путешествие право и средство на которое давала золотая медаль полученная еще в 1836 году храм христа спасителя спроектированный тоном в официально византийствующем псевдонациональном стиле строился в Москве с 1832 до 1883 года ныне не сохранился проехав Германию он попадает в Италию где и проводит почти все свое пенсионерство главным образом в Риме и в Орвието в 1846 году на обратном пути Бенуа посещает Швейцарию Францию и Англию а оказавшись на родине поступает на казенную службу и быстро завоевывает особое расположение государя Николая Павловича для которого он создает свои помянутые выше наиболее замечательные постройки но умирает Николай первый на престол вступает Александр второй и в России после разрухи крымской кампании водворяется эра чрезвычайной экономии благодаря чему столь блестяще начавшаяся карьера Бенуа тормозится и его творческая деятельность постепенно сводится к задачам более утилитарного нежели художественного порядка чрезвычайно разросшаяся семья и связанные с этим расходы заставляют его искать заработка в сфере городского самоуправления и он выставляет свою кандидатуру в гласные городской думы после избрания в гласные Бенуа вскоре назначается в члены городской управы в каковой должности он остается без перерыва более четверти века почти до самой смерти исполняя в то же время функции начальника технического отделения столицы из рассказов папы о своем прошлом меня особенно пленили те что касались его пребывания в Италии и в частности в Орвьетто где он со своими двумя закадычными друзьями Рязановым и Кракао провел два года посвятив их целиком изучению того дивного архитектурного памятника который с таким правом гордится этот небольшой живописно на скале расположенный городок папской области имеется в виду готический кафедральный собор в Орвьетто строившийся с конца 13 по конец 14 века с утра до вечера они проводили за работой обмеривая и зачерчивая каждую деталь собора для чего с разрешения святого отца были построены специально для них леса не желая оставаться в долгу перед таким одолжением русские архитекторы собственноручно и на свой счет вымыли губками весь собор в том числе и мозаичные картины в его тимпанах и совершенно заросшие грязью тончайшие барельефы фасада в память этого подвига была выбита медаль изображающие с одной стороны собор с другой же носящие надпись с упоминанием всех трех добровольных реставраторов кроме того каждый из них получил тогда же из папской халкографии по огромному роскошно переплетенному тому гравюр пиранези хранилища гравированных чаще всего медных досок с которых по мере надобности делались новые отпечатки через несколько лет результаты изучения собора были изданы во Франции и до сих пор увраж этот считается образцовым для ознакомления с архитектурой Орвиецкого собора но не так история подвига трех друзей занимала меня в папином рассказе как его воспоминания бытового характера а также всевозможные встречи и анекдоты папочка сохранил поразительно отчетливую память о тех счастливых годах когда он с друзьями наслаждался красотами благодатного края и с энтузиазмом изучал разбросанные по нем создания человеческого гения мечтая о великих делах которые и он надеялся совершить по возвращении на родину надо при этом заметить что хотя все трое и получили воспитание в строго классическом духе свою большую золотую медаль папа получил за проект биржи соответствовавшей во всем идеалам античности однако оказавшись в Риме они и в особенности мой отец подверглись воздействию тех идей которыми была тогда насыщена вся атмосфера вечного города это было время когда благочестивый овербек еще продолжал свою проповедь возвращения к средневековой чистоте когда молодые живописцы обращали большее внимание внимание на Беато Анжелику Пентурикио и Перуджино нежели на Рафаэле когда особенным почетом стала пользоваться архитектура романского и готического стилей и когда особенно презиралось искусство барокко с Бернини во главе если выбор моего отца пал именно на Орвието то это потому что там возвышался один из самых замечательных памятников итальянской готики хотя мой отец и предпочел бы тогда же обратиться прямо к более выдержанным примерам стрельчатого стиля во Франции Германии или Англии однако регламент академии требовал оставаться несколько лет именно в Италии поэтому за неимением лучшего он с товарищами и принялись за изучение Орвиецкого собора утешением явилось то что они верили в теорию согласно которой средневековая архитектура Италии имела много общего с древнерусской архитектурой а возрождение этой отечественной архитектуры они ставили себе задачи по своем возвращении в Россию атмосфера романтики наложила особый отпечаток на все пребывание отца в Италии это был тот самый дух христианского Рима отзвуки которого можно найти в творчестве лучших художников и поэтов того времени съезжавшихся в Рим со всех концов Европы и ведших в стенах вечного города обособленную космополитическую жизнь Многих из художников и писателей в том числе самого Овербека Моллера Александра Иванова и Гоголя отец мой знал лично он то встречался с ними в сборных пунктах иностранной колонии например в кафе Греко то посещал их на дому живо вспоминалось папе насупленная мрачность такого великого смехотворца каким представляется нам Гоголь в своих сочинениях и болезненное уныние автора явления Христа внешний облик которого поражал своей карикатурностью темные очки под высокой соломенной шляпой поношенная разлетайка вечный зонтик и галоши наружность Иванова и все его чудаческие манеры не мешали ему вместе с его сердечным другом живописцем Васей Штернбергом относиться к художнику подвижнику как к святому а со своей стороны и Иванов делал для них исключение и не раз приоткрывал им двери своей замкнутой для всех мастерской со Штернбергом юным и высокодоровитым художником отец дружил больше чем с кем-либо в периоды разлуки он вел именно с ним самую ревностную переписку причем и он и Штернберг украшали свои письма бесчисленными чарующими рисунками к великому горю отца светлая дружба это была нарушена кончиной Штернберга для которого как и для многих других уроженцев северных стран пребывание в райских климатических условиях оказалось роковым он захворал скоротечной чахоткой приведшей его к ранней могиле на кладбище у пирамиды Цестия где вообще хоронили еретиков и схизматиков из других ближайших друзей отца я назову русских живописцев Фрикке и Скотти скульпторов Рамазанова и Логановского архитекторов Росси младшего и Эппингера из них я уже никого за исключением старичка Фрикке не застал в живых но мне кажется все же что я со всеми ними общался до того мне знакома была их наружность увековеченная в острых и чарующих рисунках и акварелях часто незлобиво карикатурных папы до того я как бы даже изучил их жесты тики и замашки приятельские отношения которые у отца завязались с немецкими художниками увенчались тем что он был посвящен в рыцаре знаменитого клуба собиравшегося и пировавшего в гротах червары рыцарский свой диплом и программы каких-то шутовских сборищ это червара ритершафт папа хранил в своей семейной хронике я любил разглядывать те мастерские виньетки афорты нейрейтера которыми они были украшены и теперь простить себе не могу что я эти листы оставил на произвол судьбы в своей петербургской квартире оставленные Бенуа при его отъезде за границу архивы и художественные ценности сохранены в музеях Советского Союза еще более досадую я на то что покидая навсегда свою родину и свой родной дом я не захватил с собой всех тех работ самого моего отца которые достались мне по наследству что бы я теперь дал чтобы снова войти в их обладание чтобы иметь возможность их изучать в частности любоваться тем листом на котором в девяти эпизодах было изображено путешествие Бенуа и его товарищей на пароходе из Анконы в Венецию что за прелесть были путевые альбомы моего отца сколько в каждом пейзажном мотиве было вложено чувство природы сколько понимания в каждом портрете здания сколько во всем меткости вкуса и мастерства виды местностей чередовались в этих альбомах с архитектурными памятниками и с зарисовками жанрового и костюмного порядка особенно поразили отца в его поездке в Венецию разные типы встречавшиеся на улице и на площадях грациозные водоноски с коромыслами рыбаки и гондольеры монахи всевозможных орденов какие-то таинственные персонажи кутавшиеся в широкие альмавивы и наконец молодцеватые стройные австрийские военные в своих белых мундирах и синих рейтузах разглядывание папочкиных альбомов при дележе наследства каждому из нас досталось их подво было для нас большим праздником но таким же праздником было это для самого отца для которого все когда-то им в них зарисованное оживало при этом разглядывание каждую страницу он сопровождал ценнейшими комментариями эти рассказы впрочем не касались наиболее интимных сторон его жизни речь шла больше о художественных впечатлениях или о затеях которыми он с товарищами тешился например о том празднике который был устроен в честь посетившего Рим Тона для которого папа и Штернберг нарисовали целый ряд очаровательных картин однако по некоторым намекам чувствовалось что папа там в Риме и в Орвието оставил и частицу своего сердца что там у него полного молодости и сил были и романические и довольно даже серьезные переживания самым счастливым периодом как будто бы были именно те годы которые он провел в Орвието где он устроился своим хозяйством холод бывал зимой чудовищный в качестве освещения служила лишь одна лампа лучерна о трех фитилях без абажура и стекла и все же папе и там удалось создавать тот уют который он умел распространять вокруг себя работал он не только днями но и вечерами тончайшие свои акварелированные чертежи в которых иногда передан с абсолютной точностью каждый камушек мозаик косматит он как раз делал при свете этой примитивной лампы предельной тонкостью отличается акварельный чертеж изображавший надгробный памятник папы Адриана Пятого в Витербо Каждый камушек мозаик косматит обобщенные наименования группы мазочаистов и декораторов мраморщиков Италия XII-XIV века связанные с тем что среди этих мастеров были художники носившие имя Козимо Козимо де Якупо Козимо де Пьетро Меллини Удивительнее всего что подобные упражнения не помешали папе сохранить безупречное зрение до глубокой старости и еще за год до смерти папа мог чертить и раскрашивать точно ему не восемьдесят четыре а двадцать четыре года И в позднейшие времена папа заносил на бумагу все что его поражало радовало или смешило Так к весьма замечательным альбомам принадлежат те которые были заполнены им в 1885 году когда мы всей семьей гостили в имение у сестры Кати а также тот альбом в котором он день за днем увековечил лето 1891 года проведенное им в Финляндии Где-то эти оставленные в Петербурге чудесные серии достойные фигурировать рядом с поездкой в Данцик Ходовецкого Некоторые из альбомов Бенуа хранятся теперь в Государственном Русском Музее и у Бенуа в Ленинграде Поездка в Данцик Ходовецкого имеются в виду 108 рисунков и акварелей немецкого художника Ходовецкого 1726 1801 годы входившие в его дневник поездки из Берлина в Данцик в 1773 году У отца была столь сильная потребность изображать и запечатлевать что мне иногда думается не была ли настоящим его призванием живопись дня не проходило чтобы при всей своей занятости скучными служебными работами он что-либо не зарисовал а нарисованное не раскрашивал технические его приемы могли казаться несколько устарелыми это были еще все те приемы которыми пользовались мастера начала 19 века но сколько во всем было знания уверенности и меткости массы таких же акварельных рисунков иллюстрировали его письма к детям и родным и едва ли не прелесть этих виньеток послужила причиной того вандализма который был учинен теми кто эти письма получали вместо того чтобы хранить эти замечательные во всех смыслах документы мои братья прилещенные картинками вырезали их и наклеивали в отдельную тетрадку бросая текст как нечто недостойное хранения особенно счастливлены бывали такими иллюстрациями в письмах братья Николай живший вдали от Петербурга в Варшаве и Михаил во время его кругосветного плавания но наиболее замечательных два таких иллюстрированных письма моего отца принадлежали дочери Федора Антоновича Бруни впоследствии генеральше Бентковской которая получила их еще в бытность папы в Италии тогда когда самой Терезине не было больше десяти лет папочка любила впоследствии вспоминать о когда-то поразившей его прелести этой девочке и принимая в расчет необычайную детскость всей его натуры ничего нельзя найти удивительного в том что подобная корреспонденция могла завязаться между крошкой и тридцатилетним молодым человеком где-то теперь и эти драгоценные письма украшенные через каждые пять строк чарующей виньеткой и хранившаяся дочерью Терезы Федоровны из всего сказанного совершенно ясно что папа был самым уютным человеком и пожалуй как раз эту черту уютности скорее чуждую французам следует приписать тому что на целую половину папа был немец папочка был олицетворением уюта и разумеется если я сам знаю толк в этом если я как мало кто понимаю прелесть домашнего очага если читая Гоффмана Штифтера или разглядывая Людвига Рихтера и Швинда я испытываю своеобразное ни с чем не сравнимое наслаждение то это благодаря той школе уюта которую я прошел живя в обществе своего отца однако в свое время я не сознавал вполне всей этой прелести не оценивал по должному выдавшегося мне счастья мне казалось что это так вообще полагается что иначе быть не может когда я вступил в неблагодарный возраст я даже стал критиковать особую атмосферу нашего дома и вносил в нее какой-то нарушающий ее гармонию диссонанс но к двадцати годам мой бунт улегся совершенно а к моменту моего вступления в самостоятельную жизнь создание уюта стало моим идеалом осуществить который мне помогла моя жена эта папина уютность имела два аспекта или два нюанса смотря по времени года и в зависимости от того где пребывала наша семья один аспект был зимний другой летний зимний уют имел своим центром папин кабинет а в нем папин письменный стол на этом столе стоявшем посреди комнаты под висячей старинной медной лампой своеобразной формы не только составлялись скучные сметы или проверялись еще более скучные донесения папинах подчиненных но на нем же расчищенном от всего лишнего папа в виде отдыха раскладывал пасьянцы клеил очаровательные игрушки и акварелировал на этом же столе рядом с большой бронзовой группой лансере изображавшие воз чумака стоял поднос в желобах которого покоились карандаши гусиные перья резинки и сургучи а также фарфоровая чернильница совершенно особой формы в углу комнаты в зимнее время топился дровами и коксом камин кульминационного пункта уют папочкиного кабинета в зимнюю пору достигал во время вечерних семейных собраний к этому моменту придвигался к помянутому письменному столу другой квадратный стол и за ним устраивались дамы мамочка со своим рукоделием ее подруга Елизавета Ильинишна Раевская тетя Катя Компиона сестра покойной жены дяди Кости почти ежедневно приходившая посидеть и кутавшаяся в серую оренбургскую шаль сестра Катя а также другие родственницы к дамам подсаживались мои братья муж моей сестры Камиллы друзья дома Зозо Рассоловский Артюр Обер или Саша Панчетта иногда папа не успев закончить свои служебные работы продолжал свое дело в присутствии дам ничуть не отвлекаясь их разговорами но в большинстве случаев очередная работа к девяти часам была уже исполнена и тогда наступал счастливый для папочки момент когда можно было приступить к пасьянцам за другим письменным столом тут же у окна иногда образовывался второй кружок там вокруг фарфоровой лампы собирались гостившие у нас внуки там сиживал и я когда ко мне не являлись мои собственные гости которых я обыкновенно уводил в свою комнату папина способность работать на людях была прямо изумительной он не только мог продолжать начатое дело под чуть притушенный разговор помянутого дамского кружка но он с ангельским терпением выносил и возню детей часто принимавшую довольно буйный характер мало того он же сам устроил в широком простенке дверей в соседний зал висячие качели и на них то прямо за папиной спиной производились и мной лет до тринадцати и моими племянниками самые рискованные сопровождавшиеся визгами и криками полеты все это выносил папочка и только когда являлся кто-либо с деловым визитом или когда дамский уголок начинал протестовать качели отвешивались и двери в залу затворялись другим мучительством для папы являлась музыка доносившаяся из соседней залы где стояли рояль и физгармония там в последующие времена я с Валечкой Нувелем на двух этих инструментах и с величайшим фортиссиму играли полет валькирий увертюру тангейзера марш из нерона и так далее и все это так же безропотно переносил папочка лишь иногда обращаясь к нам с деликатной просьбой чтобы мы хоть немного сдерживали оглушительную бурность нашего исполнения летний аспект папочкиной уютности выражался в самой его внешности зимой и в полусезоне он был всегда одет если не в домашний халат то в черный сюртук при рубашке с отложным воротничком и с черным галстуком для выхода на улицу в морозные дни на голову одевалась старомодная бобровая шапка с выдающимся кожаным козырьком и тяжелая медвежья шуба в менее суровые дни на голове у папочки появлялся котелок старомодного овального фасона а на плечах разлетайка с пирериной летом же папа любил белые холщовые или желтоватые чесунчевые костюмы а в качестве головного убора надевалась несуразно большая панама серая разлетайка служила верхней одеждой таким светлым я папочку помню или возвращающимся из города в Петергов на Кушалевку в Павловск или же на даче занятом какой-либо работой в саду без дела он не мог оставаться ни минуты и если погода позволяла то он усердно мел сад очищал дороги от сорной травы поливал цветники что-то подпиливал и приколачивал и все это он делал с удивительной сноровкой середина лета была отмечена рядом семейных празднеств начинались они первого тринадцатого июля днем рождения папочки следовали именины кузины Ольги одиннадцатого июля мамочки и сестры Камиллы пятнадцатого июля рождение сестры Кати девятнадцатого июля именина жены Альбера Марии двадцать второго июля а когда моя Атя вступила в нашу семью то еще присоединились два праздника ее именины двадцать шестого июля и день ее рождения девятого августа однако из всех этих торжественных дней бесспорно самым торжественным было именно первое июля уже к завтраку съезжались многочисленные папины сослуживцы к обеду собирался весь синклид нашей многочисленной родни казалось что самая погода наша северная капризная погода щадила это сборище милых людей ибо я положительно не помню чтобы первого июля когда-либо шел дождь а раз не было дождя то совершенно естественно было устраивать стол или столы в саду вот это мы дети особенно любили ибо в этом было что-то совсем необыденное цыганское кочевое и в то же время нечто особенно веселое весело было видеть как наши горничные при помощи разных пришлых служанок в светлых ситцевых платьях и белых передниках летают шуршанок крахмаленными юбками с блюдами из кухни к столу обнося ими гостей весело было слышать как выскакивают пробки из бутылок меда пива и шампанского странно и тоже весело было ощущать вместо паркета под ногами песок и беспрепятственно бросать на землю косточки и лакомые кусочки которые тут же поедались собаками и кошками обязательным на этих перах был к завтраку колоссальный пирог с лососиной и визигой а к обеду кавосский семейный суп венецианское ризи-бизи нечто столь вкусное что ни один гость не отказывался от повторной порции а мы обжорливые ребята съедали этого ризи-бизи и целых три тарелки впрочем если день был особенно жаркий то кроме этого горячего супа сервировалось еще холодное со льдом и с белорыбицей ботвинья и я отличавшийся особенной склонностью к обжорству умудрялся не только съедать три тарелки первого супа но еще и две второго да и не я один и как это только выдерживали желудки как люди не заболевали мамочка и в эти дни не изменяла своей обычной умеренности но гостей она подчевала усердно приговаривая не бойтесь на свежем воздухе можно позволить себе некоторые излишества а после обеда столы убирались и на балконе дачи уже шли приготовления к чаю за которым можно было еще наесться и простоквашей и варенцом или отсыпать себе на блюдечко изрядную порцию земляники или клубники между обедом и чаем по традиции затевалась игра в бочи в шары до которой великим охотником был не только папа но и многие его приятели правильнее бочи название очень древней и любимейшей в Италии игры распространена до настоящего времени также и во Франции в особенности в Провансе игра состоит в том чтобы с определенного расстояния бросать деревянные шары бочи стараясь попасть как можно ближе к маленькому тоже деревянному шарику и сбить шары противника выигрывает тот у кого шары приземлились ближе к маленькому шару цели играют в бочи женатые мужчины деревни улицы двора и тому подобное по воскресеньям или по праздникам но только игра эта не производилась у нас как везде за границей на специально уготовленной площадке а происходила она по обыкновенным вовсе неукатанным дорожкам причем папочка выбрасывая первый маленький шар позволял себе разные шуточные вольности то он запустит шар так далеко что его едва станет видно то напротив бросит чуть ли не себе под ноги итальянцы дядя Костя и дядя Сезар пытались в таких случаях протестовать во имя правил игры но нам детям тем из нас кого большие допускали до игры с ними эти папины причуды доставляли особенную радость потешными были споры возникавшие в тех случаях когда два или три шара оказывались на почти равном расстоянии от маленького приходилось размерять эти расстояния платками палками или шагами и тут в наших почтенных всегда столь сдержанных дяденьках вдруг прорывался их итальянский темперамент бывало что дело доходило и до негодующих криков это детям еще более нравилось нравилось что те самые дяди которых нам ставили в пример которых мы побаивались становились сами похожими на нас мальчишек папочка же относился к этим спорам с невозмутимым благодушием в июне или в начале июля по вечерам света в петербурге не зажигали и это было так необычайно так странно и так прелестно но в конце июля темнота наступала в девять часов а с каждым днем затем все раньше и раньше и тогда приходилось зажигать лампы и свечи особенно мне нравилось когда зажигались свечи в специальных подсвечниках предназначенных для открытого воздуха в них пламя было защищено стеклянным бокалом а свеча автоматически подымалось по мере сгорания толкаемая снизу пружиной вокруг источников света роилась мошкара и мотыльки налетали на них и тяжелые мохнатые ночные бабочки прелестная картина получалась за дачным чайным столом не менее уютная нежели зимние заседания в городе под висячей лампой все более и более сгущаются сумерки листва и плетение ветвей начинают выделяться кружевным силуэтом на фоне лимонной зари освещенный же первый план от контраста приобретает особую яркость такими летними вечерами обыкновенно ничего не делалось пасьянсы не раскладывались не производилась клейка не рассматривались журналы или книги а среди стекающей природы шла тихая беседа тут-то папа и любил вспоминать былое рассказывать про Рим и Орвието про государя Николая Палчи и его страшного министра Клейн-Михеля про свои академические годы а то кто-нибудь из оставленных ночевать гостей начнет свой рассказ и бывало его так заслушаешься что и самые настойчивые увещевания мамочки или Бонны не заставят меня пойти спать я очень любил чтобы у нас ночевали ведь так весело было когда на составленных стульях на диванах чуть ли не на полу устраиваются постели а за утренним кофеем появляются чуть заспанные люди которых в эту пору дня и в такой интимной обстановке никогда не увидишь едва ли не эта самая склонность к уюту и отчасти сопряженная с ней незлобивость и непротивление злу помешали моему отцу при всем его таланте пройти весь тот триумфальный путь который ему открывался с момента его возвращения из римского пенсионерства на родину в нем не было и тени интриганства или хотя бы простой хитрецы ему были омерзительны всякие хлопоты за себя и менее всего он был способен на присмыкательство или подсиживание товарищей и вот почему Николай Леонтич Бенуа будучи несомненно самым даровитым и знающим из архитекторов своего времени в России все же остался в какой-то тени впрочем пока был жив император Николай Первый лично его отмечавший особенным вниманием папе доставались и большие и очень значительные задачи к самому замечательному что сооружено по его проектам принадлежат придворные конюшни в Петергофе по своей величине едва ли не превосходящие знаменитые конюшни Конде в Шантии это целый городок выдержанный в характере английского средневековья которому питали слабость и мой отец и его державный покровитель сейчас принято иронизировать над всякой такой псевдоготикой и редко кто потрудится пересмотреть этот вопрос с тем чтобы удостовериться что вовсе не все в этой архитектуре эпохи Луи Филиппа Николая Первого и ранней Виктории грешит легкомыслием и плохим вкусом Напротив иные из сооружений того времени начиная с лондонского здания парламент хаус неизмеримо более внушительны и даже просто прекрасны нежели то что за ними последовало и то в чем современная архитектура воображает что она наконец открыла новый вполне идеальный стиль папины же петерговские конюшни как по общему замыслу так и по изяществу деталей не уступают лучшему что в том же роде было создано на западе и в общем и целом представляют собой нечто удивительно гармоничное стройное и царственное но увы на этом грандиозном сооружении и еще на нескольких постройках тоже затеянных при Николае Первом останавливается расцвет архитектурной деятельности отца дальше же и до самой смерти почти сплошь тянется нечто если и почтенное то несколько тусклое и не заслуживающее быть отмеченным историей искусства его менее даровитые товарищи успевают создать за тот же период несколько значительных построек так Рязанов строит дворец великого князя Владимира Александровича и тот же Рязанов доводит до конца грандиозную постройку храма Христа в Москве Кракао строит и отделывает дворец барона Штиглица ставший затем дворцом великого князя Павла Александровича Другие архитекторы посвятившие себя разработке русского стиля пользуются благодаря усилению националистических точнее псевдо националистических теорий особым успехом Гедике Грим Кузьмин и другие Напротив Николай Леонтич Бенуа должен довольствоваться постройками частных доходных домов и дач и такими скучными задачами как богодельня в Петергофе Тем не менее юбилейное чествование моего отца осенью 1886 года приняло характер настоящего триумфа Праздновался 50-летний юбилей архитектурной деятельности Николая Леонтича Бенуа Происходило оно в центральном круглом конференц-зале Академии художеств при огромном стечении публики под председательством брата государя Александра Третьего великого князя Владимира бывшего президентом нашего высшего художественного учреждения нам семье юбиляра была отведена ложа над входной дверью и оттуда все было видно как на ладони мой всегда столь скромный в своей внешности папа выглядел сидя между великим князем и принцессой Альденбургской совершенно преображенным на нем был новый украшенный золотым шитьем мундир министерства двора и белые с золотыми лампасами панталоны грудь его была украшена орденами и звездами а через плечо шла алая лента святой Анны первой степени вокруг амфитеатром заседали очень важные персонажи и в глазах рябило от золота придворных мундиров от блеска звезд и орденских кавалерий что-то очень лесное произносили подходя к столу депутации от разных учреждений и обществ и после каждой такой приветственной речи из соседнего рафаэлевского зала раздавался громкий трубный туш академического оркестра особенно же торжественным моментом был тот когда великий князь произнеся несколько слов своим зычно сдавленным голосом вручил отцу выбитую в его честь медаль с его профильным портретом в этот знаменательный день Николай Леонид Бенуа должен был считать себя восстановленным в своих правах увы иллюзия такого восстановления длилась только в течение нескольких еще дней заполненных приемами банкетами и даже молебнами вслед за этой праздничной шумихой помянутые иллюзии рассеялись как дым и папочка снова вернулся к своей обычной атмосфере окруженной общим уважением нужной для целой массы лиц имевших до него дело и добивавшихся его ценнейших советов однако все же отставленный и почти забытый впрочем сам он в те юбилейные дни тяготился всем этим блеском и потому когда он снова мог водвориться в свой уют он почувствовал большое облегчение слава богу что вся эта суета миновала еще больше радовалась мамочка кончились утомительные для нее хлопоты прекратился стоявший шум от толп полузнакомых а то и вовсе незнакомых людей жизнь в нашем доме снова вошла в свои берега и потекла ровно безмятежно полная того душевного мира с которым поистине ничто не может сравниться о поэтической уютности моей матери пожалуй труднее дать представление нежели об уютности отца однако в создании и в поддержке всей прелести нашего домашнего очага участие их обоих было одинаково только у папы уютность носила оттенок чего-то пожалуй германского наследства от матери с сильным привкусом и французского и русского начала русскость папы между прочим выражалась в том что он постоянно напевал русские народные песенки напротив в мамочкиной уютности чувствовалась Италия мамочкина чуть меланхоличная тишина очень типичная для Венеции и этот легкий налет меланхолии был важным элементом в создании атмосферы нашего дома то что эта атмосфера была все же полна свежести и чистоты это было делом ее впрочем не столько сознательным делом сколько какой-то ее эманацией одинаковая и всегда равная ко всем отношения сообщала нашему дому удивительный мир и благоволение и это несмотря на то что в нем жило столько далеко не смирный и вовсе не апатичные молодежи в этом специально маме подвластном царстве бурлили всякие страсти происходили маленькие драмы завязывались и развязывались романы но все это происходило без того чтобы от нее исходили какие-либо стеснительные правила и в пределах общего нерушимого мира и лада в маме было что-то от идеально справедливого беспристрастного судьи миротворца немало тревог забот мы все восьмеро должны были ей приносить а периодами каждый из нас порядком даже мучил ее мучил ее подчас и папа по какой-то своей непонятливости в делах самых обыкновенных но для него далеких однако все это как-то обезвреживало доброта и беспредельная снисходительность мамы а также страх который жил во всех нас как бы ей не причинить слишком большое огорчение когда на ее лице несмотря на усилие это скрыть появлялось хорошо знакомое каждому из нас выражение страдания то являлось только одно желание чтобы вместо этого выражения снова вернулось ее нормальное спокойное и милое выражение нужное нам как солнечный свет мне думается что в глубине души мамочка была человеком страстным быть может даже порывистым и нетерпеливым но она еще в ранних годах сама занялась своим украшением и к тому моменту когда я стал ее осознавать она уже совершенно владела собой и никогда не обнаруживала ни нетерпения ни гневности даже безобидное досадливые нотки вырывались у нее до крайности редко и никто как она не умел так действовать на совесть будить ее как она если же пробудив совесть она видела что кто-либо из нас упорствует в чем-то таком что уже никак она не могла приять то она сдавалась она уступала и зато эта уступка ее оказывала свое действие на очень долгий период а то и на всю жизнь упорствующий нес в себе это чувство задолженности и постепенно это чувство перерабатывало его внутри что же касается того чем она была для папы какой она была ему женой то об этом я не могу судить мне только кажется что все благоухание нашей домашней атмосферы исходило именно из их романа роман этот начался с настоящего внезапного увлечения во время бала в квартире ректора академии художеств знаменитого живописца Федора Бруни совершенно юную только что выпущенную из института Камиллу Ковоз вывозила как я уже упомянул в свет ее мачеха Ксения Ивановна бывшая всего на несколько лет старше своей дочери и обращавшая на себя общее внимание своей царственной красотой и туалетами мамочка же была очень скромная и робкая барышня еще не привыкшая к шуму блестящих собраний тем не менее именно эту фиалку заметил и отметил на том памятном в анналах нашей семьи Балу 34-летний Николай Бенуа недавно вернувшийся из чужих краев и уже особенно отмеченный благоволением грозного и великолепного государя да и смоляночка после первого же контрданса поняла что этот не совсем уже молодой человек ее суженый ряженый через несколько недель папа сделал предложение а через несколько месяцев 15 сентября 1848 года произошло бракосочетание в прекрасной церкви пажеского корпуса находившейся в той же группе зданий в которой помещалась и казенная квартира деда и с самого того дня молодые поселились в той квартире в которой до них жила моя бабушка Екатерина Андреевна Бенуа и в которой они прожили затем в безмятежном единении всю жизнь единственной непроизвольной изменой мамочки можно считать то что она первая ушла от своего мужа в иной мир существование которого ей казалось маловероятным но папа верил в этот мир и ему послужило великим утешением то что в течение тех семи с половиной лет которые он прожил оставленные ею он не переставал надеяться что снова соединиться со своей обожаемой камелонзой скажу еще несколько слов об этом маловерии или даже неверии мамочки оно было совершенно особого рода это было ее интимным делом она никому его не навязывала она и не была кому-либо обязана этим отсутствием религиозного сознания она не верила ибо не находила в душе нужной подсказки и подтверждения тут сказывалось как отсутствие того что называется благодатью так и ее отвращение перед всяким обманом или самообманом думается что сложилось это ее неверие постепенно и не без некоторой борьбы случилось вероятно так что наперекор сильнейшему желанию эту благодать о чем она имела определенное представление сохранить она ее все же утратила а утратив не смогла приобрести снова в позднейшие времена впрочем никакой такой борьбы уже в ней не чувствовалось но оставалась лишь печаль и покорность все это имело самую подлинную абсолютно честную основу и не было в маме и тени каких-либо модных в те времена материалистических убеждений она просто не была способна сама перед собой лгать в заключение еще несколько слов о мамочке как о хозяйке ибо в этой сфере заключалось ее настоящее призвание выражался ее талант образцовое ведение ею хозяйства немало способствовало созданию благосостояния нашего дома и его уюта сохраняя и в этой сфере свое обычное невозмутимое спокойствие она однако входила решительно во все и мало того не только в пределах собственного своего дома но еще бдительно следя за хозяйственной жизнью своих детей если однако у себя она была полномочным и неоспоримым диктатором то за пределами своего дома с поразительным тактом она предоставляла себе лишь совещательный голос иначе говоря мама была идеальной тещей и я не помню случая чтобы между ней и теми кто через брак вступали в состав нашей семьи у нее возникали хотя бы самые незначительные трения глава восьмая наша прислуга изо дня в день без передышки даже в дни недомогания мама тянула свою лямку такое вульгарное выражение однако в применении к ней требуют оговорки ибо этими словами сама мамочка во всяком случае не называла то что было ее призванием приятным долгом делом жизни ее отношение к этому делу напоминало священное действие никогда ни ропота ни жалобы и лишь изредка тихий вздох то вызванный простой физической усталостью то выражающий огорчение вызванное неряшеством или недобросовестностью ее прямых подчиненных и сотрудников иначе говоря нашей домашней прислуги прислуга у нас была исключительно женская единственные крепостные моих родителей лакей кучер и конюх были отпущены еще до 1861 года но кухарка прачка и судомойка часто менялись тогда как обе горничные были постоянными их я увидел впервые когда ничего еще не сознавая я лежал в своей колыбели их же я и видел каждодневно они же оставались у нас в доме до самого того момента когда этому дому настал конец в 1899 году несколько слов нужно посвятить и этим блюстительницам нашего домашнего порядка и это тем более что они с течением времени превратились в нечто вроде членов семьи к ним не без решпекта относились и наши знакомые называя обеих по имени а мамину горничную даже и по отчеству это Ольга Ивановна была сугубо почтенной особой проводившей большую часть времени либо на кухне заглажением белья либо у себя в темноватой комнатке странным образом освещавшиеся откуда-то сверху за штопкой и починкой в господскую половину она заходила только для того чтобы принять участие в утренней уборке спальных в приготовлении ванны а по какой-то курьезной аномалии и для того чтобы затопить камин исключительно в моей комнате на время починки белья она одевала очки в железной оправе скрепленной нитками и тогда она становилась еще более почтенной вообще же это была тощая очень некрасивая девица которую я всегда считал старой хотя в первые годы моего существования ей было не более тридцати пяти лет Ольга Ивановна Ходенева была бывшей крепостной однако находясь в доме своих помещиков на положение подруги барышень она получила некоторое воспитание умела читать и писать что одно давало ей преимущество перед всеми ее сплошь неграмотными коллегами ко мне Ольга Ивановна относилась с особым вниманием но без тени какого-либо искательства и даже без особой ласковости я уже был большим балбесом а она все еще считала своим долгом не только помогать мне одеваться но и помогать мне мыться в ванне это даже был целый ритуал который мы оба ценили но вовсе не из каких-либо гигиенических соображений а из соображений театральных Ольга Ивановна в те времена была страстной театралкой и улучшала всякий удобный вечер чтобы пойти в театр чаще всего в соседней Мариинской где в те времена в очередь с русской оперой которой она не интересовалась давалась русская драма вот после каждого такого спектакля она принималась мне рассказывать содержание пьесы и описывать все особенности игры своих любимцев причем рассказ начинался с самого того момента когда я влезал в ванну а завершался во время вытирания простыней или даже тогда когда уложенный в постель я пил вечерний чай в такой послеванный ритуал входило и то что и чай я пил в постели непременный из стакана и закусывая черным хлебом с маслом что в другое время не полагалось рассказывала Ольга Ивановна не без таланта живо переживая всякий момент заливаясь до слез хохотом при передаче комических сцен и напротив принимая очень серьезное и даже скорбное выражение когда речь шла о драме нередко кончавшейся смертоубийством но увы эти-то наши театральные собеседования неожиданно оборвались ванночки я продолжал брать и Ольга Ивановна продолжала лет до 13 мне мыть ноги и спину а также помогать вытираться но самый источник ее рассказов иссяк и это по совершенно необычайной причине потому что приехала в Петербург на гастроли Сара Бернар Ольга Ивановна любила не только театр но и церковь Божью и особенное внимание уделяла она проповедям отца Палисадова которые этот священнослужитель держал в своей церкви при гимназии человеколюбивого общества моей первой гимназии находившейся в двух шагах от нас на Крюковом канале отец Палисадов и вообще не очень-то одобрял тех из своих посомок которые хаживали в театр учреждения несомненно Бесовская однако эти запреты не принимали окутного острота резкость характера пока не приехала парижская дива когда же она приехала и весь Петербург стал неистовствовать от восторга перед ней и простаивать ночи чтобы получить места на спектакле то батюшка Палисадов воспылал гневом и от благодушных укорений перешел к громам и чуть ли не к проклятиям в сущности едва ли из той паствы которая собиралась в храме кто-либо грешил тем что ходил любоваться как она ломается и менее всего наша Ольга Ивановна имела охоту послушать даму с камелиями на непонятном ей французском языке однако именно с этого момента вечерние проповеди вознегодовавшего отца Палисадова приняли неистовый и в то же время столь убедительный характер что бедная наша театралка до глубины души оказалась потрясенной ими и тогда же приняла решение больше в театр не ходить свой этот завет она строго исполняла а я лишился своей театральной шехерезады полным контрастом Ольги Ивановны была Степанида которую обыкновенно звали Степой и к которой обращались на ты тогда как Ольгу Ивановну величали на вы Степанида была сущая деревенщина она была взята в дом в качестве кормилицы брата Михаила в 1862 году и затем так и застряла навсегда однако решительно не поддавалась какой-либо цивилизации она неаппетитно хлюпала носом иногда даже украдкой сморкалась в пальце любила выпивать имела говор типично простонародный с растяжкой а временами скороговоркой бухалась в случае провинности господам в ноги крестилась божилась и клялась охотно наговаривала на других на кухонных жабалах плясала до упаду была сердцеедкой и обладала очень влюбчивым сердцем от дворника Василия она прижила несметное количество детей которые однако перемирали в младенчестве мы борчуки имели привычку шутить со Степанидой ее дразнить и разыгрывать какие-либо наши пожелания мы высказывали непременно в форме приказов мы делали Степаниде и грозные выговоры а иногда даже к великому огорчению мамы колотили ее по ее сутулой спине что впрочем несомненно ей самой нравилось ибо она при таких расправах только хихикала и приговаривала да ну вас Шуренька Мишенька Коленька ведь больно больше ей богу не буду ишь рука какая тяжелая даром что маленький когда Степа выходила со двора то она довольствовалась тем что кутала голову в платок а на себя надевала какую-то ветошь с барского плеча тогда как у Ольги и ванны водились шляпы с цветами и с перышками в зимнее же время она щеголяла в атласной ротонде с меховым воротником по странной игре судьбы классовое их положение было как раз обратное их положению в свете Степа по паспорту была панцирной бояркой то есть вдовой панцирного боярина следовательно почти дворянка тогда как Ольга Ивановна родилась в крепостном состоянии а получила свободу всего девять лет до моего рождения сословие панцирных бояр восходило ко времени Иоанна Грозного при котором были поселены по границе с Литвой мелкопоместные дворяне на обязанности которых лежало владеть панцирем и конем представителей этого курьезного пережитка было в девятнадцатом веке всего не больше горсточки да возможно что муж Степаниды был единственным и последним из этих служилых людей впрочем Степанида ничуть не кичилась своей весьма относительной знатностью да к тому же муж ее давным-давно пропал без вести а узнали мои родители об этом ее ранге только из паспорта содержание которого неграмотной Степаниде было неведомо типичнее всего Степанида становилась в дни своих именин которые праздновались в нашей обширной кухне при сборе всей соседней дворни это были гомерические пиры на которые уходило немало из ее сбережений значительную часть таковых составляли те на чаи которые она получала с гостей в особо торжественные дни на именины моего отца и на Новый год зато какое же обилие и разнообразие всяких яств было тогда разложено по бесчисленным тарелкам и блюдам и сколько же бутылок пива и водки выстраивалось рядами по подоконникам и просто на полу все это за ночь поглощалось и выпивалось и одновременно специфический дух от этой вакханалии распространялся несмотря на тщательно закрываемые двери по всей квартире доносился из далекой кухни и шум многолюдного общества а также звуки гармоники и скрипки под которые шел неистовый топот сапожищ по полу сопровождаемый обязательно криками и визгами дан в начале такого пира я еще решался одолеваемый любопытством заглянуть что делается на кухне но и это было рискованное предприятие ибо меня схватывали какие-то руки и начинали меня тискать а уже сильно пахнущая вином степанида набрасывалась на меня и норовила поцеловать в губы что я терпеть не мог и что вообще не полагалось при таких посещениях я видывал степаниду нашу раболепную почтительную степаниду уже в состоянии какого-то аргиастического иступления помахивая платочком подняв передник она или топталась на месте или плыла лебедем как-то боком тем временем как у ног ее откалывал присядку губернаторский кучер с двумя другими бородачами плясали и другие но бесноватее всех плясала именинница и в эти минуты она молодела на 20 лет спина ее выпрямлялась и в движениях рук была даже известная грация после 11 часов то есть в разгар бала мне было строго запрещено проникать на кухню да и сам я туда не пошел бы до того там было начадино накурено до того жуткие крики доносились оттуда глава девятая наши поставщики в обыкновенные дни хозяйственные заботы заполняли лишь мамочкино утро тогда же происходило выслушивание доклада старшего дворника но часто попадались у нас более ответственные дни и тогда мамочкина служба начиналась накануне и поглощала все ее время в эти отмеченные дни будь то очередной семейный обед или большой званый завтрак или вечеринка с ужином не говоря о событиях первого ранга вроде свадеб крестин балов и юбилейных торжеств мамочка делала самоличный обход своих поставщиков и тогда на эти закупки всякой снеди уходили многие часы правда большинство нужных ей лавок помещались недалеко от нас в литовском рынке но кроме того надлежало посетить погреб французских вин Рауля на Исаакиевской площади и проехать на Малую Морскую в кондитерскую Берен заказать мороженое и всякие сласти о телефоне только-только начинали поговаривать как о курьезном открытии в начале 80-х годов но общественного применения он до начала 90-х годов не имел на эти экспедиции мамочка в качестве прогулки для Мациона часто брала меня и я в этих случаях шел охотно питая наоборот ненависть к простой бесцельной прогулке не только к Берену где приятные мамзели меня угощали конфетами но и в другие места по-разному манившие главным образом своими запахами о эти заседания мамы на деревянном лоре в лавке колониальных товаров купца Васильева в литовском рынке почему я о них сохранил столь отчетливые воспоминания что кажется и теперь мог отличить тембр звяковшего при открывании двери колокольчика хотя с последнего моего посещения этой лавки прошло больше полустолетия не потому что и здесь мне иногда перепадало какое-либо лакомство ведь лакомств у нас в доме было достаточно и не потому что я мог погладить и пощекотать своего любимца огромных размеров кота Ваську восседающего на прилавке у самых весов скорее всего мне льстило вкрадчиво заискивающее обращение важного медлительного покупечески одетого самого Василия Петровича и в то же время меня пленил весь бытовой ансамбль этой торговли вовсе не живописный но во всем ладный и характерный своими двумя окнами и стеклянной дверью лавка выходила на тот перекрытый сводами ход что огибал со всех четырех сторон рынок прерываемый лишь там где находились ворота через которые можно было въехать в обширный общий двор поэтому в лавке царил полумрак и в темные зимние дни в ней зажигалась с утра висячая керосиновая лампа отделка лавки была простого светлого вощеного дерева включая суда и перерезывающий ее во всю ширину прилавок из-за которого можно было выйти в переднее помещение приподняв среднюю доску справа к прилавку примыкал такого же дерева ларь-диван с высокой прорезной спинкой слева в стену был вделан мраморный камин никогда не топившийся а на нем единственным чисто декоративным элементом помещения красовались бронзовые золоченые часы под стеклянным колпаком по стенам на полках стояли бутылки с винами и наливками банки с леденцами и консервами а также целый батальон наполовину завернутых в синюю бумагу сахарных голов в специальных ящиках и витринах лежали пряники халва разных сортов и неприхотливые конфеты в бочках же хранился погруженный в опилки виноград разных сортов сохранявший свою свежесть в течение всей зимы все это было самое обыкновенное но все это носило характер солидности и добротности и это внушало уважение даже мне шести восьмилетнему мальчику впрочем больше всего меня пленял лавочный ритуал как только отворится звеня колокольчиком входная дверь и старший приказчик уяснит себе что вошла Камилла Альбертовна так он уже вскидывает доску прилавка и бежит к ней навстречу низко наклоняясь сейчас же следом из внутренних покоев из какой-то темной святая святых выступает сам хозяин с картузом на седых кудрях с большущими очками на носу и тогда мама усаживает меня на ларь диван сама садится рядом к самому прилавку там где стояла конторка и лежали счеты и начинается на добрые полчаса конференция то и дело один из приказчиков ныряет в святую святых и является оттуда с лежащим на кончике ножа тонким как лепесток куском дивного слезоточивого швейцарского сыра или с ломтиком божественной салфеточной икры или с обращиком розовой семги но копченый золотисто-коричневый сик выносится целиком и его приходится оценивать с виду лишь чуть дотрагиваясь до его глинцевитой отливающей золотом кожи под которой чувствуется нежная масса розовато-белого мяса приносятся и черные миноги и соленые грибки а в рождественские дни всякие елочные точно свитые из металла крендели румяные яблочки затейливые фигурные пряники с целыми на них разноцветными барельефами из сахара эти пряники не полагалось кушать считалось что это вредно но было бы и жаль съедать такие шедевры причудливого народного искусства впоследствии и незадолго до того что эти фигурные пряники исчезли я собрал коллекцию из них но через очень короткий срок обнаружилось что они поедены червями да и краски фигур побледнели тогда же я узнал и имя того мастера специальностью которого было создание этих съедобных барельефов его звали Увакин да сохранится хотя бы здесь память об этом народном художнике поэте чего чего нельзя было найти на этих фигурных пряниках и русалок и амуров и пылающие сердца и рыцарей на конях и генералов и цветы и фрукты всякую вещь Васильев умел охарактеризовать с тонкостью с вежливой строгостью отрекомендовать а когда все было забрано то начиналось щелкание на счетах и записывание в книгу лежащую на окаймленной галерейкой конторки если во время конференции в лавку входили другие покупатели то их обслуживал приказчик сам же Васильев никогда бы не дерзнул оторваться от совещания с генеральшей Бенуа а генеральша не спешила обдумывала принимала и отменяла решение заставляла снова бежать за какой-либо пробой было что-то внушительное и трогательное в этой своеобразной основанной на взаимном уважении беседе между моей тихой совершенно нетребовательной для себя совершенно нелакомой мамочкой и этим степенным и даже строгим стариком великим знатоком в своей области умевшим уловить желание клиента с полуслова другим фаворитом мамы на рынке был ютившийся в погребном помещении под помянутым сводчатым ходом зеленщик Яков Федорович в этой лавке с ее почти всегда на улице отворенной дверью зимой стояла стужа а хозяин дабы не замерзнуть вынужден был непрестанно подчеваться чаем три проворных мальчика шмыгали как крыса принимая отрывистые приказания снимали со своих мест товары укладывали вешали завертывали то и дело приговаривая еще чего не прикажете если у Васильева пахло чем-то пряным заморским далеким то здесь пахло своим лесами огородами травой дичью здесь вас встречала при входе висящая оленья туша в своей бархатистой коричневой шкуре здесь кучками отливая бурыми перышками лежали рябчики тетерки а среди них красовался черный с синим отливом глухарь а сколько еще всякой живности было в перемешку со всевозможными произрастаниями начиная с едва опустившего тоненькие побеги кресс-салата в аппетитных миниатюрных выложенных ватой корзиночках кончая морковью репой свеклой и луком у Якова Федоровича была довольно-таки жуликоватая физиономия но я сомневаюсь чтобы он дерзал надувать госпожу Бенуа уж больно ценилась такая покупательница уж больно она сама во все входила все самолично проверяла от Васильева закупленный товар присылался из зеленой огромную корзину тащил прямо за нами один из мальчиков и делал он это с удовольствием ибо знал что получит целый двугривенный на чай всего впрочем про литовский рынок не перескажешь хоть и соблазнительно было бы в воображении проникнуть в мучной лабаз учреждения довольно унылые где хозяин был неимоверной тучности но где мне нравилось то как медными совочками черпаются из мешков крупы для моих любимых каш ячменной смоленской пшенной гречневой манной и ими заполняются с потрясающей сноровкой свернутые из бумаги фунтики здесь опять-таки удивительно тонко солидно издобно пахло вызывая в представлении поля мельницы печи с хлебами и пирогами впрочем больше всего из запахов я пожалуй любил те которыми была напитана колбасная и самая простецкая из всех лавок мелочная но тут я уже отступаю от принятой топографической системы ибо наша колбасная лежала на углу Екатеринговского и Вознесенского проспектов тогда как наша мелочная принадлежавшая торговцу Ключкину занимала с незапамятных времен угловое помещение в первом этаже самого дома Бенуа запах колбасной интернационального характера так же вкусно пахнет всюду где торгуют всякими наперцованными и копчеными изделиями из свинины будь то в России во Франции или в Германии но запах русской мелочной нечто нигде больше не встречающиеся и получался он от комбинации массы только что выпеченных черных и ситных хлебов с запахами простонародных солений плававших в рассоле огурцов груздей рыжиков а также кое-какой сушеной и вяленой рыбы замечательный ни с чем не сравнимый это был дух да и какая же это была вообще полезная в разных смыслах лавочка чего только нельзя было в ней найти и как дешево как аппетитно в своей простоте сервировано однако закупать в мелочной лавке мамочки не нужно было туда посылалась степанида которая в лавку проникала не с улицы а со двора по домашнему глава 10 мамина парадное платье насколько мама была будительна в отношении сохранения декорума в нашем семейном обиходе настолько же она была индифферентна к личному декоруму меня даже иногда коробило от того до чего скромно мамочка была одета и я думаю так было и тогда когда меня еще не было на свете когда она была той стройной совсем молодой женщиной которая представлена на портрете Капкова ведь в этом изображении есть нечто аскетическое чуть ли не квакерское золотая лорнетка которую она держит в руках и венецианские кружева у ворота только подчеркивают эту скромность у мамочки в спальне как всегда тогда полагалось стоял специальный туалетный стол работы Гампса с зеркалом в изогнутой раме и с десятками всяких ящиков для драгоценностей и косметики самих этих бежу у нее было не так мало но кроме подаренной когда-то женихом эмалевой брошки в виде цветка Иванда Марья она из этих сокровищ ничего не носила а когда обе ее дочери вышли замуж то девять десяток маминых драгоценностей перешло к ним а самый туалетный стол оказался у сестры Камиши после чего мама уже причесывалась перед своим маленьким зеркальцем попросту стоявшим на комоде причесывалась она всегда на один манер гладкими разделенными пробором прядями шиньоном из ее же волос пришпиленном на затылке всего замечательнее то что у матери за всю ее жизнь было всего одно вечернее платье сшито оно было как подвенечное в 1848 году но затем добротный без износу шелковый штоф выдержал целых 40 лет подвергаясь бесконечным перешиванием чисткам а то и перекраске когда близилось какое-либо торжество на которое нельзя было не ехать то на дом приглашалась портниха статная пожилая и очень скромная дама в остальное время шитьем и перешиванием была занята жалкая смешная карлица сеньора Тарони которую мои братья дразнили рифмуя ее фамилию с Макарони и тогда сначала происходил так называемый военный совет в котором участвовали и мои сестры и тетя Лиза Раевская вечное платье надлежало еще раз подогнать под моду дня и под изменившееся с годами сложение самой мамочки из преувеличенно длинного шлейфа выкраивались валаны перехваты буфы приходилось раздать бывшую рюмочкой талию изменить форму выреза сколько раз папа настаивал на том чтобы мамочка сделала себе новое платье но она об этом и слышать не хотела впрочем для полуторжественных обедов и для театра она себе сделала еще два платья темного цвета одно бархатное и одно канаусовое но отформенно вечернего бального она решительно отказывалась в конце в конце концов от шлейфа остался лишь куцей кусочек а в целом вечное платье из белого превратилось в светло-фиолетовое могло и так сойти и все же среди моих воспоминаний о матери вообще озаренных поэтичным но ровным мирным светом остается одно в котором этот сероватый свет уступает более яркому и торжественному у мамочки тоже был момент своего рода апофеоза я ее увидел во всем блеске и чуть не захлебнулся от радости когда убедился что и она может быть такой блестящей и нарядной дамой как некоторые наши знакомые это был тот момент длившийся не более четверти часа когда мама одетая в только что перешитое платье с роскошной наколкой из бантов и серебряных кружев на голове причесанная парикмахером с веером в руках обтянутых кремовыми перчатками с букетом искусственной сирени на плече надушенная и сосредоточенная стояла в ярко освещенной зале в ожидании каэты особенно меня поразили нити жемчуга толстые золотые браслеты и три рубиновые запонки которые были нашиты на темно-лиловую бархотку обхватывающую ее еще не отучневшую шею откуда только появились все эти бриллианты и жемчуга намек на начальную строку стихотворения Гейны у тебя и бриллианты и жемчуг перевод Гиппиуса из цикла возвращения на родину 1823 1824 годы мне казалось что я вижу самую царицу я прям не узнавал мамы тем более что у нее и выражение в тот вечер было совсем особенное не лишенное известной важности казалось она говорила вот я какая вот какая я всегда могла бы быть не хуже других и несмотря на маленький рост не менее величественные нежели всякие знакомые модницы если же я только сегодня такая а завтра и вообще никогда больше такое не буду а снова приму свой образ сандрильоны то есть золушки то это потому что мне так хочется чтобы всем вам лучше жилось и чтобы моему бедному Никола не приходилось еще изнурять себя работой этот необычайный парад мамочки был тогда вызван приглашением на какой-то большой бал кажется у Жюля Бруни и бывшие на том знаменитом балу люди потом рассказывали о той сенсации которую произвело появление Камилы Альбертовны в таком необычайном виде в том вечном платье мамочка положена в гроб и в могилу какой милой спокойной довольной казалась она когда в последний раз я ее поцеловал в лоб в любимое свое местечко между двумя крошечными родимыми пятнышками одним красным и одним синеватым шестьюм 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 Продолжение следует...